это третья часть трансляции по новому парагону парагон сложнее гораздо чем прошлая часть конечно и интересная прям вот вчера была характерная вещь вот впервые за вот эти вот две части вот в 3 я встретился с со сражением и и даже после типа анализа ситуации я я понимал что его можно выиграть но я не понял как я имею ввиду против этих против волков которому которым не отвечает и только в чатик мне подсказал как пройти а это только самое начало первое там первые недели две мы с вами осилили остановились где приплыли где там где там 1243 наверное наши илриана все еще заперта не может никак пройти белую палатку нам нужно подождать и и постоянно этот некромант ей истории рассказывает ох вот оно начало вот они крестьяне вот они дендроиды вот она переигрывание из-за того что вместо не хватало паладины гнол с конем там убивание паладинов убегание без коня баллиста гномы крестьяне кает открывание тюрьмы пробегание манипуляции с азисом чтобы хватало свободного ну схватала ходов клевер удачи запоминаем провидец клевер удачи я для себя просто напоминаю потом вынужденное отпирание одного болотного товарища который за нами идет сотня толпа 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 орда рошу спасение этого товарищ ну тут два у нас героя эвакуировались в спешном в верной монархии пара уликов интересно зачем вот здесь вообще это место возможно улик понадобится в начале что-то наверняка поставлял эти вот блоки странные красные синяя палатка выход красный наверху ну видимо это позже значительно будет вот и мы поплыли 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 приплыли дальше нам создатель который очень грамотно оставляет в игре вот в критичных местах он оставляет такие подсказочки и вот здесь он сказал что один герой должен идти на запад другой нужный должен идти на юг и причем должны разделиться таким образом чтобы у одного не было джинов то есть все бои которые дальше шли там первые с драконами с големами понятно собаками с хотя чудиков мы пробили по-другому или с этими чудиками мы пробили нормально все выполнялось там двумя ангелами и 12 монахами это товарищ вайли специалист по стене огня тоже чудил пробивал диким образом гарнизон там до этого еще было сражение перчатки мы пока не можем открыть все пробить потому что орда магических элементарий здесь мы не можем пробить пока драконов потому что их слишком много и гарнизон который тоже мы не можем пробить лишь то рублей о мама country привет добрый день здравствуйте я сегодня подготовился взял три для разбора количества стеков башен и сверки количество со стримером хорошо хорошо всем счастье привет сиеста здравствуйте не news миша говорит сегодня должно быть такое я не понимаю вообще зачем вы смотрите другие каналы зачем вы спойлерите себе дальше дальше опыт то есть я вообще не смотрю ничего естественно но мне непосредственно конечно играть нужно это было бы совсем качественно зачем вы себе портите просмотр спойлеря что будет дальше какое-то какое-то извращение на мой взгляд ну ладно может не терпится просто смотрите что я хочу в течение одного дня мне нужно пробить зеленых драконов я их пробивал через лечение которое надо в любом случае взять вайлю и восстановить ему ману в колодце тут нужно 50 крестьян взять нычка крестьян наверху 25 и тут виднелась еще одна нычка но на как-то странно забаррикадирована вот я не уверен как мне здесь действовать я пока что по пойду обоими героями вниз просто потому что наверх у меня армия не поменялось только поменялся появился хил а с хилом с 90 случайно верхние драконов не пробью я думаю что пробью почему мне сейчас вайлем разбив вот эти вот драконов не побежать наверх а что там было за место там могу этом ангелами спрятаться вообще не факт я не помню что там за место было просто чем раньше я под под подойду и соберу ресурсы и крестьян тем быстрее от откупорю вот эту вот штуку так погодите давайте наверное я возьму какой-нибудь ты во первых можешь просто пробежать давай посмотрим этот сейф у нас я хочу посмотреть что по что здесь за ландшафт с драконами да тут можно спрятать это с хилом пробивается двумя ангелами это с хилом пробивается двумя ангелами понимаете я не уверен что ринс задумывал то есть вела здесь дают лечение лечение при нормальном сп девятки восстанавливать 90 хп драконы учитывая даже статы 23 у тебя низ не будут убивать ангела заход два дракона черных не будут убивать ангела заход хотя ненавидит черных драконов не этот этот где мы нам где мы нам относится да это демона ангела друг по другу бонусы дают то есть есть вероятность что мне вайля уже сейчас надо отправлять наверх плюс эти видите бои очень похожи и быстро пробивать на двух ангелах а может даже на одном но одним не урон не хватит там дракона слишком много хорошо что по предметам знание повышает надо шлемак отдать тогда ему представляете до сих пор не могу поверить что что это так то есть мы проходим блин серьезным отвратительно я прошел мы сейчас учим хил во-первых ладно меняемся допустим тебе отдаем двух ангелов тебе даем знание соответственно ты идешь ты проходишь пока сюда ты восстанавливаешь себе ману увидела битву без жалостного не могла вообразить люди звери это было два дня у нас остается на захват этого замка еще ли на захват замка короче восстановили ману пробиваем драконов здесь драконы пробиваются через не давай вайт сначала через лечение видите ай болин хватило им урона и по такому же принципу учитываем но вы видели да ландшафт пробиваются верхние драконы вообще-то пробиваются этим два черных а здесь один золотой а какой черных урон 40 50 какой-нибудь да наверно я тут же пополню ману просто понимаете так как я орду королев нак тогда возьму без ангелов и без стенки короче момент важный на самом деле принятие решения делимся мы тут или не делимся что тех же самых ног я не знаю каким макаром вообще с пятью джинами брать и что-то мне кажется что если я сейчас уберу ангелов и второго героя я могу не захватить этот замок в принципе давайте посмотрим что здесь макарин понимал что даже если ему удастся отбить свой замок силы крайне малы потом придется набирать ополчение с простолюдинов понадобятся рабочие слуги так что стоит каждую неделю набирать крестьян тут фаербол как будто бы ринс говорит о том что тебе сил не хватит даже объединенных героев из-за предстоящей битвы поэтому как бы мне не хотелось поделиться похоже сделать делать это слишком рано плюс ему еще на конюшим героев здесь через два дня хотят и на конюшить мог и здесь блин такое такое место стремное сколько там наг привет вас газ да вот на этом бои я остановился вчера но 880 хп блин масса народу без стенки тут не выиграть 9 сп ну надо сейчас искать места оптимальные для стенок 6 дам стоило ли возвращаться ману пополнять на 90 не для этого сражения здесь то можно справиться с маной 10 стенок более чем для луны ноги самый халявный го и типа не две клетки занимают бегают недалеко вот это место мне нравилось туда залетает один ангел и вот каким-то вот таким макаром или вот таким макаром ставится стенки туда давайте посмотрим как они будут толпицы надо их сгруппировать посильнее 7 макаров ты вначале прогон говорила 7 лет прошло с момент игры как на молодой высокий голос нам ведьмака прошло 9 лет и так и на что не намекаю нет противоречия никакого так как собаками тут не прокатит как собаками ну враги не отвечают на атаку это да это кстати хорошая идея потому что одну ногу мы можем вытанковывать здесь можем поставить да похоже это вообще без затрат и манам выполняется у ноги не такой высокий урон блин тридцатка палатки нет выхилить ну выхилить мы смогли бы но да слушай тут просто минимальным количеством видимо проходится нам нужно взять стрелков нам нужно сплетануть джинов и видимо боюсь заходить за дополнительным чё боюсь деньги тратить время тратить точнее ладно хорошо я не знаю чем не ждет собираю собираю вещи отдаю отдаю всем ему и атаку в том числе и защиту в том числе ты идешь на ног успеем разместиться обчета сплита вниз не сплетанул джинов скажи мне подними чуть-чуть чуть-чуть чат-чатик леса зачем 1 2 тарис золото не взял эти вот ходы блин когда тебе говорят что лимит есть в игре внимательно относишься к должен по крайней мере относиться не так как там control да болен как она работает то кнопку забыл сколько места свободного там было у меня на джинов три или четыре да последняя строка в чате не вылазит так вот 100 рублей от граулер привет граулер михаил хорошего настроения и приятного стрима тебе тоже вы не будете возражать если я буду болеть за орков горного королевства да пожалуйста пожалуйста чувствую с ними некую общность п с будьте милосливы я помню что вы сделали с командой баллисты которая разрушила стену далек вашего желания есть такое так раз два три четыре вообще у меня место есть то есть только два джина я могу поставить сплетануть жалко только два джинном вот там потенциал гораздо больше ну ладно давай тогда мне незачем давать короче джина одного можно сюда стрелке мне больше понадобится чем чем джина залетаем залетаем забегаем так теперь нам надо понять какая из двух над на вот это вот нога будет идти вперед то есть нам нужно ее покоцать по возможностям подлечить ай лакс рафа лак плюс бешенство не оставил ноги шанс но опять же не я не уверен что это правильный метод что придется все равно тратить много маны на лечение область и бешенство нету про атаковал все правильно убьет одну куром все теперь мы не отвечаем им и просто расстреливаем остальных наг периодически ли час чем надо периодически выскакивать вот так раз и возвращаться а да но как-то медленно конечно выстрелов не очень хватит выстрел скорее всего не хватит ну еще 14 мы убили фактически 300 к но дальше можно наверное как-то нет смысла добивать двойки мне кажется то есть нет смысла тратить время на тех кто тебя с одного удара типа не пробивает все без бафом 9 выстрелов остается всего лишь на похоже я не успеваю 100 рублей от граулер михаил на это хладнокровные их слабое место низкая температура да подумай об этом остается четыре выстрела то есть меня еще полностью так будет последний выстрел остается и мана заканчивается на лечении понимаете и потом меня вот это вот стак из восьми скорее всего уничтожит я не выдержу и удара от него больше бафов от джинов но делить мы не можем просто место больше нет чтобы поставить их не похоже стенкой здесь надо убивать похоже здесь нужна стеночка а совокупная какая-нибудь штука я мог кстати илья илья взял полную ману не взял полную ману все хватает если бы я зашел в колодец мага я смог бы перехилять скорее всего он давай на стенке посмотрим у стенки гораздо больше урона чем чем там за счет хилаты рейлы выстры сразу делить нас таки да нет зачем надо посмотреть как надо понять просто как здесь эффективнее ставить стенки попробовать подучиться самое простое заставить их конечно лезть вот сюда на пыщ 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 но нак много даже если они проходят через две двойные стенки они не будут проходить неизменно через две двойные стенки они нам по получит 4 урона но четыре раза четыре раза по 280 правильно но это у нас тысяча сколько тысяча 120 это нас устраивает вполне да ну и за исключением тех кто будет подходить справа слева то есть вот эти вот две стенки убьют вот этих вот товарищей но те кто будет обходить с этой стороны надо для них другие стенки ставить окей давай проверим раз залет 2 должно умирать это уже динам хреново что обходит четыре штука меня убьют ангелом не убьют вот она окей это не добежит а мне надо было вот на эту точку вставать да для того чтобы я мог сынку поставить еще на тройку прикольно хорошо но по понятно как как приблизительно здесь действовать приблизительно понятно и тогда под нижнюю смогу выставить еще одну стенку правильную на тройку вот такую а не могу х ах ты собака но одна будущая наша страна подействует правильно но это мы добиваем с последнего ударом а как нам поставить стенку на эту подругу чтобы она стригернулась два раза можно ее пока не ставить в принципе какая разница а не она добежит он тогда уэйт на следующих вот эта стенка уйдет да ну последнюю видимо надо уже кайти с каким-то вот таким образом окей ну и для меня просто это новые механики это понятно что если вы там киберкотлета там луна все дела стенка это база надо посмотреть что он как мы дальше вообще идем двумя но видимо двумя героями раз все сложно паербол обязательно взять имеет ли смысл мана восстановить имеете смысл за крестьянами этим орда золотых големов у големов же резисты традиционно какие-то и они варьируются в зависимости от типа голема типа алмазных самые большие у золотых хрен его знают они предпред последние что ли будет сопротивляться но нет сравнительно медленные не помню какая скорость у меня там 5 что ли 4 деф пока не забыл такой прям обход то есть нам нужно понять кто возьмет крестьян по подсказке а кто пойдет сюда блин эксперт стрельба да у тебя магрейна тоже эксперт стрельба ну и похоже надо будет расстреливать големов то есть я бы я бы магрейна отправил вперед но и нет не так вот так к чё ты делаешь магрейна вперед статы ему нужны не нужны силам магии вряд ли поможет знание ему тоже вряд ли поможет соответственно ты можешь наверх идти за крестьянами а ты идешь якобы сюда тюрьма хранить с хранителем вопроса хранитель вопроса хочет три предмета там всякие машины золото и кольцо которое драгоценные камни приносит я знаю что машина золото находится у этого товарища да даже показывается смотрите неиссякаемая прям машина золото он ее вот здесь подобрал что касается других предметов я не помню я не помню чтобы они мне попадались 2 вторая машина у брюса это сто процентов машинить или намошнил голды машина 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 это мешочек мешок отсюда машонка вот все это такое машина машинить это чисто киберкотлетные машина вообще оригинально это мешок но машин решил видимо средства путем путем переговоров 0 10 чудиков 1500 1500 двойную стенку даже не получится сделать ну короче вот эти вот чудики это позже как плюс один это позже слушать а у нас последний день мы может даже не добегаем до города и добегаем такое впечатление что надо было этого героя не за крестьянами вести но мы поможем собрать в общем-то и чемпионов поможем собрать может быть дальше через мечников это попробуем сделать арбалетчики мечники да ладно стон хелм замок там заклинания показу хоста появляется щит появляется точность ох защита весьма условно и меня вот это вот пугает вот вот эта вот армия воздух вода эксперт стрельба 2 стака стреляющих товарищей кони грифон и я думаю во первых мы передадим таким вот образом попробуем взять орду золотых големов хрен его знает как опять же от ландшафта зависит вот есть место где можно закрыться до что тебя будет атаковать а насколько они бегают ни хрена себя не быстро 5 скорость реально и резисты от магии 85 действительно я должен это убивать не стенкой а пока не вижу вообще каким образом я это убиваю то есть я разбавку конечно этих можно попробовать подкаетесь возможно ангелов надо было на 2 делить но они все равно правда про пройдут короче тут вообще не ясно что делать хорошо 810 джинны не убьют я хочу вытанковать этого товарища хочу чтобы эти ушли от меня может ангел вообще побаффать да ангел кайт это все здесь нормально так тебя же пробили да да тут тут кайтится всем нормально теперь наша задача просто подкайтится големов жалко что со штрафом стреляю но количество стрел рублей спасибо им дрем хорошо страдать император с удовольствием это будет за вами с удовольствием так кастов джиннов закончились я просто боюсь что они рванут я вот захочу сейчас сделать стрельбу без штрафа да подпустить их типа поближе и все 23 заканчиваются бафы и двойку убивая прям ладно подпущу чуть поближе в надежде на а чем надежде на они уже подходят это ошибка михаил и у тебя ангел пробит ты ошибся потому что нет может мы справимся но он же не пробьет последним монаха правильным главное убрать вот этого битого джинном а трое все равно не пробил хорошо осталось только вот одна проблема с верхним монки могут подкаетесь на самом деле и такое впечатление что они должны подкаетесь какой вариант не получается уже уже не получается я зря пропустил удар от этого попробую еще конечно полетать от них полетать по убегать и надеяться на то что они скажем за джином убегут ага хорошо это дает нам шансер сим это дает нам шансер сим это дает нам шансер сим да нет ошибка придется переиграть все они убегают от него либо плюс морали мах но здесь надо без потерь как бы все понятно плотненько встаем хорошо это же хуже да конечно это все уже слишком близко не подошли так михаил думай 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 а че думать все правильно оно тут кайтится просто тебе нужно понять как 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 оно кайтится тебе вот эти вот правила поведения правила поведения правила поведения врагов вот тебе бешенство вот тебе бешенство тебе блеск вот тебе мораль вот тебе точность пожалуйста стреляй стреляй что ты просто за раз и все попробую попробую вытащить их как как бы сюда но пожалуйста видите не вытаскивается она как это сделал в прошлый раз кажется я подставился под один удар ангелом ну что эти уже добегут нужно каким-то образом возможно просто ангелом надо начинать не сверху а снизу и тогда значительная часть людей пойдет именно именно вниз миша добрый вечер горит слонер жаль не успеваю онлайн и смотреть только по записям догоняю зарплата придет создателю придет создателю подкинуть это ж надо так заморочиться да здесь здесь прям работа проделана колоссальная колоссальная как бы же из проблем кидая чувствуется хотя мы этих товарищей что успеваем убить 13 раз 10 2 главное сейчас джинов как-то переместить они идут все равно все какие-то сделал то в прошлый раз любопытно дать мне в прошлый раз победным было к . ну они по-другому поделились просто как-то понять давай попробуем здесь вытанковать все равно не сбегут да я пытаюсь вот зачем я сейчас сначала выстрел а потом на это сюда бегут как это сделал вообще как я это сделал возможно я не закрывал джинами возможно у меня была линия такая ну типа что дальше находились и они не шли из-за этого мне пока двигаются абсолютно также мхм мхм все равно они идут в общей куче сюда блин я не понимаю в первой битве игра дает впору так прописано так как 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 но максимально этих вниз то точно возможно здесь вообще в линию как-то надо собраться плотно в штат первых мы отбиваемся без особых проблем вот письме нужно ближе подставлять нашего ангелом по крайней мере под одного да за субботу у меня на в в в Играет музыка. Помогаем, раз. Это меня беспокоит. Бешенство. Поехали, блин. Ангел 90. Он вытанкует вот этих двоих. Моя задача вот этого убрать. Уйти потенциально джинами. Попробовать там как-то разбафать ангелом. Ангел все равно стоит. Нет, тут просто надо эффективнее был ангелом танковать, слэш-кайтить. И все. И все нормально. Тем более, видите, у нас и Кура есть. 8 человек убьем. 66 мы вытанкуем. Да, вытанкуем даже под... Да. Но близко. Да, справились. Продвинутая экспертная мудрость. Причем больше не дают. Видите, здесь закодил Иринс таким образом, что тебе не дают лишних перков. Ну, в смысле, лишних умений, или как это называется. Напоминаю, что у нас последний день. Можно взять коней. Надо, в общем, к битве максимально хорошо подготовиться. Посмотреть, что у нас в округе. Раздают дополнительные перемещения. Вроде мы до замка успеваем добежать. Старостепенный герой. Кстати, он как раз нихрена не успевает. Уже за крестьянами заходил. Сражаемся со стражами. Берем... У нас деньги есть. Мы сможем... Мы сможем взять... Мы сможем и коней прикупить. Недостаточно провизии. Берем двух коней. А с кем нам сражаться придется? Арбалетчики, пикещики, паладины опасные. 15 чемпионов. Семь монков и арбы. И у нее экспертная стрельба. И какая-то магия будет. Блэсс, точность проклятия. У меня столько ощущения, что здесь нужно не Магрейнам было идти, а вторым героям. Не заходить за крестьянами и с полной маной отыгрывать от стенки. А если так, то мне придется переигрывать. То есть, с момента... Давай посмотрим для начала, что там впереди. Есть мечники. Караулка, копейщики. И если Джина у нас будет в одном стеке, то получается... А, мы слева же не можем взять. Мы можем взять только копейщиков и мечников. Все, это... Это наш максимум. Их ходов у меня не осталось. То есть, это уже проигрыш. Очень шатко, на самом деле. Очень шатко. Во-первых, кто из героев пойдет у тебя? У него статы не очень хорошие. Магрейн в целом тут... У нас мясо значительно меньше. То есть, 15 чемпионов, 20 карусадров, ютубов. Ютуб, да, я в курсе. Ну, в смысле, я уже прочитал, но... Вы же знаете, что... Запись локальная делается, все нормально. По земле я про это самое. Проигрываю. Еще же день есть. Есть, да? Потерял, канул в лето. Спасибо большое, Кусто, за... За подсказку. Дурацкую. Надо подумать. Надо подумать. Средний, не знаю. Не знаю. Сейчас, секундочку. Тупо отвалился, я в курсе. Так. Проблема сейчас. Зачем откатился? Ну, потому что товарищ сказал, что у меня есть... Есть время. На самом деле, надо сейчас подумать хорошенечко. Короче, если у вас какие-то технические проблемы, вот среднему я скидываю ссылочку, здесь более подробная информация с диагностикой и со всеми делами, с опросом и со спид-тестом. Мне кажется, заходить за крестьянами была ошибка, это раз. И мне почему-то кажется, что с этим товарищем придется сражаться, используя стенку. Стенку, массовый хилл, в том числе, потому что те же самые кони с количеством хп, там сколько у них, 100, ангелы 200, они лечатся хорошо. И от мелкого урона какого-то можно даже будет лучников. То есть, магрейн, мне кажется, не очень подходит под... под... под сражение. но... проблема-то, блин, в том, что у меня маны не будет, если я наг буду убивать через... через стенки. плюс мне еще дают фаерболл. А это говорит нам скорее о том, что надо будет тех же самых фанатиков и лучников, особенно если противник решит прикрывать своих лучников, убить. Да, фаерболл здесь дается под... под эту битву. под эту мелочь, которую противник, учитывая, что у него стрелков, типа, суммарно чуть больше, он может начать их закрывать. Может, мне хватит времени, чтобы вернуться, восстановить ману и... либо как-то убить королев наг без... магрейном. Ну, мы смотрели, это не особо реально. Не особо реально. Так, да, надо подумать, подождите, надо подумать. Тут два сражения еще. Мунвелл только один, этот колодец на восстановление маны. Мы можем сейчас, типа, вернуться восстановить ману и попытаться условно там с минимальным количеством трат пробить наг через... через стенки все-таки вайлем. Ладно, давай посмотрим на него, как он себя ведет. У меня есть более поздний сейф. Вот, допустим, мы магрейном нападаем. Что он делает? Во-первых, тут очень хороший рельеф, который говорит тебе о том, что ты можешь защищаться, используя куру. То есть ты ставишь сюда условно ангела, сюда ставишь коня, выстраиваешь монков, джиннов наверху, таким образом, чтобы не залетели грифоны и чтобы толпилась земля. Ну, там, коней у меня сейчас с собой нет, я не зашел за ними, но я смогу успеть за ним зайти. То есть расставляешь джинов, ставишь сюда условно коня, или, может, снизу ангел, а сверху конь, потому что придется... Ну, смотря, кто снизу пойдет. Дальше смотрим, как он действует. Блочит, не блочит, что делает. Массблесс, снизу побежали. Вот, мы одним фаерболом неплохо мочим с экспертным огнем палатку его и лучников. То есть тут должен не магрейн сражаться. То есть отталкиваемся от того, что здесь сражается не магрейн. А если сражается не магрейн, то нам надо изначально постараться сделать так, чтобы максимальное количество маны было у Вайля. Вот он сейчас заходит пополнять ману. То есть опция вернулся сюда. Но не факт, что нам хватит времени. Понимаете, да? То есть мне не зря дают фаербол, правильное предположение. Мы фаерболом убиваем не только два стака. Кстати, какой урон с фаербола? Интересно. С СП-9, с экспертным огнем. А глянем в другом сейве. Сейчас, сейчас глянем, сейчас глянем. Да блин, позже. Вот здесь все фаербол должен быть уже. 150. 150 урона, это не ваншот. Мы убиваем, соответственно, 5 манг, но тоже неплохо. И 15 лучников. То есть мы убиваем практически сразу этих товарищей. Одним фаерболом. Вместе с палаткой. И опять у меня идея с... А, не, единичка мы сделать не можем. А там нет юнитов, которые, ну, не отвечают. Просто игрок говорит, привет, только пришел, далеко продвинулся вчерашнего. Не, не очень. Мы подходим к замку и думаем... Мы, по сути, вот только вот прошли по полэкрана. Ну, прошли-то дальше, но просто стало понятно, что именно Вайль с фаерболом должен штурмовать вот этого товарища. Из-за того, что там позиция удобная под хил, из-за того, что два столько стрелков с палаткой стоят рядом, из-за того, что тебе дают фаербол накануне. И вот я думаю... Каким образом мне теперь довести Вайля с полной маной до Ринальда? То есть он пополняет здесь ману, проходит дальше на Наг, может, не он проходит дальше на Наг. И Наг я убивал просто этими стенками. Но может быть, может быть, их все-таки можно убить силами Магрейна, чтобы спасти, и чтобы по-по-это самое пополнить. Подожди, а может мне хватит? Надо, чтобы вернуться. Я достаточно большой крюк делал и за Дефом, и за Нагами. Золото собирал в прошлый раз. Ладно, давай. Не дастся отбить свой замок, или, малый, придется набирать ополченцев. В дальнейшем потребуются рабочие слуги. Ой, я не пополнил ману. Все время не зашел. А-а-а! Я уже сюда заходил. Ой, у меня же тут бой еще был один. Ой, нет! У меня что-то еще драконы стоят, которых я как раз через 4 куры убивал. Так, Магрейнам я могу убить драконов. Ну, стак, джинны. Погнали. И не то делаешь. Тебе нужен один сюда. Все здесь. Максимальный сплит. Просто я убивал драконов при помощи куры. Возможно, это неправильно. Потому что это минус 20 маны у Вайля. Вопрос. Могу ли я справиться с драконами стандартными? Ууууууууух! там довсюду долетают со сплощем со всеми делами это минус минус джин и сразу похоже что не могу ну как сейчас полете дракон минус 1 все то есть пробивать при помощи хила это правильно просто возможно меньшее количество маны я могу затратить на это типа подэкономить как там ой нет нет а я мискликну с маграина прячем этого подводим даем ему дополнительное знание единичку это тоже не не просто так артефакт щит атака ему тоже пригодится ему фактически все пригождается сейчас кроме духа уныния мы отдаем ему а вот что ему отдавать я прошлый раз чистыми ангелами пробил а если там место под второй слот вот такой вопрос можно посмотреть смогу ли этом условно пачку джина поставить не могу не могу метод только одно место где меня пробивает то есть мой максимум это попытаться минимальное количество хила потратить на этих драконерс правильно правильно и должен заходить исполнять ману не тратить время вообще пробивать драконов нас 90 ман и интересно что если эти не одним стаком ангелу да там да почему-то золотых становится это прям так тот вейт сто процентов до 150 деф видимо типа первый хил а какая разница у меня от дефа деф да вообще дополнительно добавляет сколько защиты я посмотрим ставим дефа трик обороне добавляет а я я я здесь ползал массовой ссоры еда я задумался каким образом здесь лучше через перезводит и пробития либо 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 через дефа а я куру не взял еще я же не зашел за лечением на этом на этом моменте с мне нужно заходить сюда трата 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 времени а вот без хила я драконов не пробью может быть не пытаться переигрывать с этого момента может попытаться взять ну какой-нибудь 1244 ну да вот знак начать все у нас 60 маны у нас впереди ноги которых я либо пробиваю магрей нам для экономии но я пытался не получается но надо попытаться еще раз там всего три свободных слота понимаете или 44 кажется и мне не хватало урона и там там типа там можно было на рандомить атакующие с пылы на фанатиках довести соответственно до минимума нак еще покажем есть интересная штука который внутри которой ты прячешь народ то есть 1 2 а еще один помещается 3 помещается короче мы делим джиннов на три пачки мы пытаемся довести мы пытаемся довести первый стек нак до минимального количества до единички может и прямом при помощи кстати джиннов актрис таком дух унынием вряд ли нам вообще пригодится у нас с моралью все вроде лучше благодаря ангелам заходим так идем сюда не помещается говорит феникс не помещается там зря разделил и получается здесь же есть место а нет места да клеточка батафорская ладно два стака джиннов тогда ну понимаете ключевое это попытаться довести вайля с полный но с максимальной маной до финалки как бы 60 маны это нормально уже это там парочка фаерболов там хил на несколько ходов вот мы пробили этих драконов потому что по другому ну с армией мы этого сделать не можем мы но все остальное попытаться надо взять магрейном и этих чертовых наг надо попытаться взять магрейном я не зашелся дефа не добавил дурачок тороплюсь слишком много факторов слишком много факторов я упускаю пополнять ману магрейном нет смысла мне в прошлый раз сравнительно немного не хватило в плане нанесения урона то есть выстрелов мне не хватило как-то мы там справлялись берем деф и пробуем пробить щит и меч к щит и меч штробат что какой щит и меч все ставим смотрим пока деф рэйр вэйт бешенство хорошо очень стил скин плохо много первое придет артефакты у другого героя не забрал почему не забрал что за дурацкие советы повылезали так бешенство все еще работает двойку мы убьем на двойку не надо 45 подходит это на а и подошла через мораль это ногам но я дух уныния не хочу скидываться потому что как только мы заблочим уже единичка не будет критично а вот дополнительная мораль у меня у меня же есть дополнительная мораль плюс один до на монках она может мне помочь бешенство хорошо эти мораль уже считайте заход стак вынесли карлоеда если только аспирант придет так как то первый пойдет восьмерка 1 пойдет . плохо шестерка а слушайте ну где то это уже ошибка мне надо посмотреть какая какая змея вот из этих первые доходят до меня именно ее дэмэджис ну потому что уже как бы лечение то у меня у этого героя нет черт карлоеда да никак ангел не танчит одну нагу да вот я тоже думаю в прошлый раз мы с этим проходили с хилом и благодаря этому но потратив всю ману мы проходили с хилом а точно я тут никак кайтить не могу а ну прям точно никак допустим ты здесь допустим ты здесь допустим ты здесь да толку а как я снизу убью людей более мораль ушка что может если я смогу справиться с двумя паками снизу за счет а потом уже бегать соответственно поверху как правда поверху бегать пока не знаю можно как-то одну ногу подпустить чтобы она закрыла проход я так и пытался сделать но дальше получается все равно тебе нужно где то 10 ходов у ноги тридцатка урона с учетом там наших статов будет бить она там по 20 с небольшим но все равно мне нужно где то 20 ходов а уже через десять падает первый ангел и соответственно об этом речь что никак не танкует да это значит что скорее всего я должен каким-то образом с минимальными тратами по мани блин да может быть ошибка раньше была допущена где то вот здесь вот когда мне выдали ману и я чудиков мог не оптимально убивать я сюда мог подойти с большим количеством маны понимаете мне по-хорошему надо убедиться в том что вот с момента получения восстановления сорока восьми маны с нуля гарнизон чудики были взяты с минимальными мана затратами для возможно этого бы хватило чтобы пробить драконов этих и только после этого я бы воспользовался колодцем который не случайно стоит здесь рядышком и тогда у меня сейчас было бы не 60 а 90 маны то есть это возможно то есть я допускаю что здесь на шарпах и здесь на медведях я мог потратить меньше маны но может и нет может и задумка что-то типа восполняешь 90 пробиваешь драконов за 30 пробиваешь как-то нак и у тебя там остается на 1-2 фаербола и этого типа достаточно но почему-то мне кажется что я должен буду раза 4 5 просто лечиться курить все чтобы к нам не подошли все нормально отыграл кроме подбора крестьян ищи чек не хватает ли ман на пробитие дракона без колодца так в том то и дело что там 9 маны без переигрывания вот этих вот боёв не хватает ну в смысле короче давайте ладно проверим допустим мы пробиваем на сколько у нас там на пятый ход если мы не уходим направо 60 маны а следующего хода у меня уже нет нет сохраненного до 16 это уже все на и у меня 30 маны типа есть но я не успеваю да я зашел за крестьянами не успеваю дать финалку ладно хорошо тогда берем пятый ход берем берем оставляем только ангелов дэв дать атаку дать духуны не оставить пробиваем соответственно так тут стенка так стенка так стенка так эту дуру мы вытанковываем но ставим стенку еще вот так так это дуру до 0 дней к и описать под fire четыре я наш а у mandaz меня не ударит это сдохнет но не убьет я думаю может быть мне стенку вторую поставить как-то вот так она по прямой пройдет на о чем тебе не нравится сюда встать это не умрет это не добежит в идеале мне нужно потратить только одна стенка сколько маны 42 окей это пробежит эта стенка стоит будет еще да она будет стоять мы эту дуру убьем остается понять да давай тогда wait а нет она заблоченную я должен был убивать ее нужно было убивать царяма то есть раз угол 2 чтобы 4 стека было даже наверно дэв потом сюда дэв чтобы это меньше нанесла пробиваем убиваем теперь ставим стенку справа против этой но убиваем эту дуру они от хрень какая-то получается чушь я там делал как мне последние две убить используя имеющуюся стенку но это хороших ады это хороших ады мне кажется что я не должен здесь сидеть внутри я могу попробовать спровоцировать на атаку верхнюю вставка скажем сюда это до меня все равно не дойдет а потом использовать поставленную стенку ну типа поставить стенку вот таким образом и прилететь сюда то есть это не добегает а то умирает так себе да на чистом поле за двумя сетками стенками стоять нельзя можно на тебя убьют скорее всего то есть первая стенка хороша ушли им вторая стенка хороша соответственно минус 1 стак минус 2 частично 3 ставим дэв сделаем принимаем еще минус 2 стойкой большая часть последующего вот это вот вопрос вот здесь как лучше разыграть как здесь лучше разыграть с одной стороны я могу это в два захода убить и поставить две стенки они умрут но могу ли обойтись там какое минимальное количество стенок я должен поставить чтобы их убить хочется просто использовать 160 может все же сюда а почему я это так поставила не справа а потому что тогда бы не сработали вот эти две угловые сработала бы только центральная кто первый ходит дальше девятка ходит девятка не доходит уже минус для нее но эта стенка не будет работать в принципе из нее можно забить если сейчас вот эту стенку поставлю она не сработает эффективно вот на эту дурм понимаете вот это сработает такое впечатление что надо сначала использовать то как стоит эта стенка конкретно ну скажем вот так а потом уже ставить следующую которая сработает и на одну и на вторую 68 68 я не убью дойдет убьет это обойдет просто это меня снизу обойдет блин в идеале мне вот как раз этой последней стенкой их и убить и так маны уже мало осталось подумай какие там варианты остались вот от этого я особо не сомневаюсь первые три стенки первые вот смерти большого количества нак это ну тут лучше я не знаю как сыграть а вот дальше учитывая что два стака что хочется во первых эту стенку хорошо использовать потому что она стоит еще ход а полетать от последних двух собрать их вертикаль сжечь но тебе хочется вот эту вот стенку для начала чтобы она если начнешь летать улетать то эта штука пропадет то есть хочется сначала сделать так чтобы она максимально эффективно ну да получается если я вытанковываю последний ход избавляюсь от этой дуры немножко пусть код суэту но выживаю теперь мы можем попытаться их завести с одной свести в одну сторону каким-то макаром сгруппировать и заставить проскочить ну вот по этим трем стенкам частности да но этого не хватит то есть могу ли я без следующий без вот в этой вот следующей последней стенке у меня 36 маны остается ее пресса т убить последних двух ног минус ангел дай в курсе в гиппогресс спасибо тебе за то что такой наблюдательный я вообще эту дуру убиваю без это самым у вас пирант на связи и вообще эту дуру убиваю без без использования стены просто через деф-атаку и не получая лишний урон но у меня задача все таки все таки похоже куда-нибудь сюда улетать типа чтобы это раз два три про прилетал вот уже лучше нас по факту остается только один стек кто первый будет ходить девятка наверно вот а это мы убиваем так все блин молодец миш и мы сэкономили мы сэкономили стенку мы сэкономили стенку к но это прям да это прям теперь берем огненный шар чё по стоимость огненного шара 12 блин 36 12 допускаем что одним шаром мы убиваем большинство этих до 5 из 7 и 15 из 18 то есть может быть даже надо будет сплитнуть я понял я понял приблизительно какая будет какая будет у нас схема на эту битву смотрите у нас есть преимущество по скорости это ангелы то есть они через weight 2 ангела скорее всего через weight добивают остатки после фаербола вот этих вот товарищей два коня которых мы берем здесь тренировочной площадке закрываю два прохода от наземных и там как раз хорошо получается у нас есть кура на ну лечение имеется ввиду на 90 что означает что конь если он не сдох почти полностью восстанавливает она 75 блин на 75 вода не экспертные приехали нет экспертные так фарбол мы взяли деф мы взяли сейчас големов убери уберем что у тебя по морали скажи мне хреновая мораль очень хорошо так давай во первых сохранимся там что-то подскачки какие-то ребята не надо пожалуйста это самое с подсказывать у меня монолог я пытаюсь разобраться самостоятельно если не справлюсь то уже попрошу вас и тогда уже вы будете решать рассказывать мне советами помогать не помогать это уже будет магрейна заблочили но мы уже решили что не магрейн пойдет дальше завершаем ход у нас остается последний день но мы в разгоне на ангелах во первых мы передаем все вайлю снимаем дух уныния идем дальше дальше у нас голем и големов мы убивали через сплит джиннов и кайт это было непросто кстати валерград говорит да я просто посчиталось 36 мана что хватит вообще незаслуженный бан а я могу тебе рассказать про незаслуженные баны хочешь поговорить об этом что-то я вообще не то сделал но моральюшка прям добраем да а толку тактики то нет до задачка сейчас как каким образом эти выигрывать без тактики без расстановочки какой-то хитрый кайт нужен бешенство про ир очень хорошо было с прекрасным хоста пока не надо ничего контрудар не лучшим может тогда не все тратит то есть и да до нужного до нужного собираешь а потом хорошая мораль и нельзя ничего тратить вешенство так теперь надо этих выманить да сколько у нас жизни осталось 45 охренеть но их надо выводить иначе даже не хорошо можно было через войт это сделать уже минус ангел а каким образом без статов нормальных мне тут это раскаетить щит хастам так нужного спала нет саджины еще впереди стоят на клеточку это не как-то не хорошо метко спрейер хорошо бешенство все ты пропускает вот ты просто лети наверх бешенство все еще висит даже чинчиками уже полить давай через вой джинами попробуем запилил горит добрый вечер ходит парагон не в записи смотрю эксперты привет привет а но я уже не увел ну как минимум я могу постараться поставить первым слотом фанатиков и тогда они будут дальше чем остальные потому что как конкретно у фанатиков нет да ё-моё нет у фанатиков нет возможности отступать то есть они могут убежать но но они должны стрелять вообще по идее и может даже мне плюс один фанатик делать они хотя типа вот так поставить нет джин полезней с потенциальным бафом духу ныне убираем ну и джинов можно было тоже на самом деле по поставить повышен так бешенство есть уже вейт 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 тогда делаем вейт во они группируются вот по какой логике тоже для меня не совсем понятно они бегут по низу хрен знает почему для меня это очень хорошо они так еще скучковались классно что постараюсь джинов вообще сгруппировать подставить сюда ангел как более приоритетную цель так у меня бешенство слетело все они теперь понизу ведь как ходят но для меня непонятно я поставил с одной стороны фанатиков выше они должны быть вроде как более приоритетной целью а может быть и нет и големы побежали на этих понимаете големы побежали ну все теперь мы улыбаемся гоняем их не совсем кстати мне кажется вот так надо делать а три хита уже корни спасет нас про уже спасла неплохо один ангел да тут все не так просто ладно хорошо но тут выигрываемая ситуация понятное дело поехали prayer bless но это петра залились интересно под одного подставлюсь давай ангелов ой хорош там щит бешенство правда мне пробили под бешенством я уже не вытанкаю вообще никак не вытанкаю пытаюсь закурить его какие у нас варианты этот стек пробивает пытаться 78 увы и так подставлять тут пока вейд на не справлюсь за два хода с этими стаками без потерь это уже понятно на толку как-то их надо группировать по-хитрому как-то надо сделать так чтобы они не разлетались сильным сюда же вел да тени убрал бедолаг и вот эти уже выбор вырвались вперед сложно сложно попытаюсь убрать пораньше джинов наверх хрен его знает блин опять четыре стак сюда побежали как мне это сделать не правильно надо было сначала бафать вешенство есть точности есть четверо сюда тройкам четверкам да не выживу внизу понимаете и тем не менее мне как будто надо вот сюда вставать и сваливать раз-два вот хорошо то есть мы вытанковали двоих тут лакерок теперь осталось как-то подкайтить грамотно и и под бафать ангела чтобы он не сдох и постепенно убивать верхних да 44 подставил подставился под одного я ждал курум скоро последние 60 хитов и тем не менее все равно вообще вот вот этого мы джинами заберем спокойно тык 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 он же джина никак не пробивает не пробивает им все равно делать нечего а может мне врезаться в нижнего все равно вниз и каетесь и так мы а нижний добежит вот это вот меня убьет ангела а иногда пробиваем по одному и вот теперь уже убегаем куда там но не можем вытанковать можем но лучше не стоит уже вот сюда убегаем тут вейт тут бьем раз два три 4 5 стреляем так блин вытанку ли я 15 человек 15 человек не вытанкую я убегаем 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 ну вот она проблема 35 это новый ход а толку или мы вытанкуем сколько нам наносили по ангелам урон восьмерка это не тот двадцатка 5 человек 20 урона нанесло да соответственно соответственно тринашка восьмерка восьмерка меня не пробьет получается или пробьет 35 это точно 5 големов меня било скорее всего да вот она пятерка то есть 4 урона 4 урона на человека 927 не должен после этого мы атакуем потому что ответку сняли и фанатики должны семерку последний убить джина потерял очень надеюсь что то не критично ну чё нормально 1 джина терпим или не терпим нам сейчас добавится минимум два коня минимум два коня ре мы не должны здесь же натерять жесть какая вы чё первый раз мы проходили без потери джина первый раз был другой герой с тактикой с другими статами между прочим играбельно лучше не надо понял окей на этом приблизительно понял чем там там еще есть элемент рандома все таки в плане какие косты будут накинуты на миша на умеешь и не торопись все правильно дальше ты сюда здесь сплит Такое впечатление, что на самом деле Можно еще повыше джинов Вот так вот пододвинуть, чтобы они были Ну, меньше раздражали Вражеских Так, бешенство есть Не буду я Ничего кастовать джинами Подэкономлю Ой, хорошо Хреново, на самом деле Может мне действительно просто Просто надо было Бафать ангелом Под счетом должен выдержать Трех снизу И джинны должны двойку выдержать Хорошо 27 Да бей Бей Да, они уже пройдут Сейчас снизу будет подходить Нет Это бешенство кинули на этот Красивый каравал Говорит, 30-й день Немного некрокультистов Хороняют легендарную броню Думаешь, стоит соваться? Так, зависит от того, что у тебя в Какая у тебя там армия Немного, это типа 5 А че я не сходил там, блин Я отвлекся Мне же вейд нужно делать Хотя я вейд и сделал В общем-то Ты же бьешь, потом в угол идешь Интересный блок Короче, я тут вообще туплю Выигрывал сражение Уже можно было догадаться Че нужно сделать И сейчас поторопился Вместо стрельбы Сделал, блин, мув Михаил, я ненавижу просто Когда ты начинаешь вот такими вот Вещами заниматься А сейчас бешенство не выпало А, и на этот раз, видите, они плохо Они плохо группируются Из-за того, что у меня ангел Был поставлен вниз То есть из-за этого По сути Они как раз в первый ход и идут А бы как Поэтому Надо вновь сюда Передать Готовимся к сражению Магрейн Передает все Духуны не снимаем Ты делишься, но вспоминаешь Как ты делился в прошлый раз Что фанатики у тебя здесь Архангел Ой, в смысле, ангел Кажется здесь А Джин и тут И тогда они как бы идут вниз Скучкуются Обратите внимание Смотрите Через войт делаем Они здесь Покучкуются Хрен из-два Они Как это происходит? Не, с таким раскладом Я просто не Как я их ставил? Ангел по центру Что ли Был где-то Как я точно Эти были здесь Может вот так Да, похоже на правду Увы, проказ плохой Все, все пошли за нами Все, все пошли за нами Ну ладно, попробуй Пока у тебя все ок 82 атаки Сколько убиваешь? 8 человек Но это Ход, который Ты должен Отдать не на атаку А на Кто первый ходит? Нижний ходит первым Вообще лечить надо было его Пытаться Не подлечили Умрет Майкер Хочет понять Местный генератор Случайных чисел Не, не, не Здесь закономерности Очевидны Естественно А, из-за хосты Получилось так Что ангела Опередили По По скорости Да Не так поставил Но, глядишь, они сорвутся Все-таки Да, все сорвались Хорошо 57 Вот этот, скорее всего, побежит влево уже Нет А так я могу Нормально Окей Тренашка, да? Семерка Нас пробьет То есть надо вот так бить Но эти побегут Не наверх А На джиннов Сейчас Минус ангел уже И все Все можно высчитать Все здесь можно высчитать Типа Исходя из мобильности врагов Куда они побегут Исходя из мобильности Исходя из мобильности Вроде просто все, да? Уже все, уже Главное сейчас ангела не подставить Шестерка Шестерка побежала сюда Ну как бы и хрен с ней на самом деле И лучше, чтобы она убилась об ангела Чем Мы джинну выставляли Ну или так 35-50 Дождаться, когда эти пробегут Все А, один уже Блин, там доходил Да ты твать 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 Да я ангела Да что ж такое-то, ну И тут не раскастовался Спасибо за мораль Вот эти вот 11 неприятные товарищи Но я не смогу уже никак Да Но я не смогу через уайт Если бы у меня хасты не было Я бы его убил Ну хасты у монг Имеется ввиду Бешенство раз Выстрел два Уход сюда Три Девятка к нам проходит Но девятка Это мелочь А почему я Ангела мне Да что ж ты делаешь, Миш Ну и ангел не улетел Почему-то Я не знаю почему Спасибо за плюс мораль Все вроде готово И лучше отдельные стеки Убивать, да, чем Шикарным Ну наконец-то Еще бешенство Восьмерка отделилась Зачем И выстрелы, кстати, тоже Не с большим запасом Но убиваем уже Спасибо за субтитры а почему михаил перебивает наложенное заклинание они не прибиваются они просто не отображаются так и мы постепенно подходим но здесь я не стал бы тратить время на сбор коней с этим лучше справиться что мне нужно мне фактически нужно взять плюс мораль потому что у этого товарища мораль нейтральная ну нулевая имеется ввиду делаем пока не сложилось я представляю себе как что у нас приблизительно будет за сражение точно понимаю что нам нужно два коня точно понимаю ну кони для того чтобы там подблочить два направления точно надо сплитить ангелов на 2 единички для того чтобы вылетать и добивать в первый ход стрелков чтобы никого не потерять при этом нам нужно мана на лечение и возможно пригодятся даже в казармах мечники но в этом не уверен возможно даже возможно даже максимальный сплит джинов был бы эффективнее чем мечники но то что кони почти не сомневаюсь но если мы берем коней бы сплитим вот такая ситуация у нас конь здесь конь здесь ангел ангел хотя может и не надо двух ангелов отдельно брать почему потому что их бафать удобнее будет потом и может быть нас не убьют остатки лучников начнем 3 арба грейжных сделают правильно и не убьют они нас просто один летающий стак тебе нужен для того чтобы от них избавиться и ты мог спокойно стоять получается что то вот в этом роде да если без мечников теперь подводим магрей нам этим за моралью магрей нам берем стоп а мне не уменьшилось количество маны когда я убрал знание единичку она же может пропорционально уменьшится 37 у перепроверь сразу не 37 так и есть то есть магрейн берет коней тут не принципиально как ну тут то есть простая тут главное чтобы не заходил этот все уже и берем двух коней почему двух ну коней как раз со . хп они занимают две клетки они могут танковать и при этом желательно и коней бы вообще не отдавать то есть как то так в мечниках если честно я пользы не вижу пока что никакой и наверное смысла нет в стаке джинов то есть полезнее будет один джин а не два но зато плюс один фанатик что придется прям максимум урона закидывать ну все это типа с плюс моралью идешь и деньги есть три косаря есть как будто а ну мы дальше пройти не можем мы максим можем караулочку взять а вот что еще мы можем товарищи мои хорошие здесь есть таверна мы могли бы сыграть вообще через единички какие-нибудь через стенки и через бегание потому что у нас есть деньги на воскрешение завтра следующего героя и если в этом замке есть таверна да конечно достанешь нет она заблоченным хоть если с конями подойти в конюшни они делаются чемпионами смысле в хоте это классика третьих героев тут блок же говорю короче смотрим вот место чтобы чтобы закрыться вот место чтобы закрыться вот здесь к ним ты закрываешься здесь к ним ты закрываешься это фаербол влетает первых стрелков почти не сомневаюсь что такой ход должен быть первым ангелов надо было поставить вниз в самую нижнюю чтоб они долетали со своей скоростью по крайней мере до нижнего стаком блин опять я тут или сохранился дом непосредственно перед битве сохранится вот перед этими после всех этих приготовлений берем коней передаем всем и фанатике два коня два этих вы сюда вывка на краю вы тоже на краю потому что вам лететь надо будет ну давайте посмотрим вроде битва теперь выглядит достаточно не то чтобы изявой но вполне себе из наша задач какая один стак летающих у врагов нам надо убедиться в том что внутри не будет видите теперь я достаю до пачки арбов есть конь встает сюда 2 конь стоит сюда вы пока что так так ага неправильный уже ход уже неправильный ход я должен был сначала коня туда поставить да они не долетают вообще никак курсан кто здесь самый опасный этот хороший вопрос как я еще чемпионов танковать буду хрен его знает любопытно это сражение тоже подразумевается что я без потерь прохожу 8 грифонов один чемпион вот это самый страшный стак конечно просто трендец я от него избавиться быстро не могу то есть моя задача сделать так чтобы он вообще не подходил до скорость перемещения десятка у грифонов что десятка но они стояли выше они ходят первыми то есть кони не должны подойти вообще грифоны должны подойти соответственно я должен 100 грифонов уменьшать чтобы показать какая последовательность 76 паладина побегут наверх так ну-ка не пока что ставим вот так не уверен правильность этого действия эти коней сюда а копейщик и надо перекрыть джинами свободные места не получится то есть конь должен был этот конь стоять на одну клеточку нет а то есть я наверху должен тут мне нужно два коня чтобы перекрывать адекватно два коня здесь а архангел по в смысле ангел пойдет наверх ну потому что тут из-за трех клеток я не могу мне почему ты можешь поставить джинов ты не можешь поставить туда ангела да ладно потом разберемся молодец какой так теперь что мне делать со второй хренью вот этой вот потому что я если полечу но подожди мне кажется надо было типа ты бьешь сюда потом уходишь назад не там кони все прикрывает ладно тогда не уходи никуда чем мы делаем дальше дальше нас ходят джины а потом вот этот тупырь на у 24 грифонов 36 пятерка 100 больше ста он ходить будет первым такое впечатление что я должен был пробить грифонов в конце своего хода чтобы они мне не шотнули коня потому что они шутают коня ладно да какой урон как раз видите 121 а мне нужно сотку держать мне нужно держать сотку и все еще вопрос по поводу этих вот упырей они же они же какое-то количество будут вырубать интересно либо тратить на них второй фаербол что катастрофически дорого либо как-то исхитряться и вылетать ангелом скажем через weight отсюда сюда видимо это правильный из давай попробуем следующим образом а огненный шар да наверх можно коня пока не ставится а сможет ли у меня ангел у меня же ангел вытанкует спокойно грифоны но он не прикроет себе он не прикроет три слота вообще никак то есть действительно должен каким-то образом может сначала под бафаем этого товарища вот это хорошо у нас сейчас бешенство и мы снимаем аж 15 грифонов правда при этом мы теряем из-за бешенства одного монка потому что вражеские монки нанесли больше урона и теперь стрелки нас пробьют так любопытно как же здесь кто кто во первых может вылететь и убить только ангел только у него нормальная скорость перемещения тринажка все остальные должны держать блок каким-то образом а в принципе дождите вот это конь же нормально закрывает вот если мы этого коня сюда поставим этого сюда поставим и у нас прикрываются все три джина без возможности вот раз-два-три джин вот здесь конь вот здесь второй конь все грифон туда не добегает конь улыбается танкует вопрос где . блин для ангела чтобы он выскакивал и при этом ну либо мы тратим на второй ход опять же фаербол сюда но это дорого а мне придется довольно долго держаться и и лечиться либо мы каким-то образом мы схитримся ангелом слетать таким образом чтобы но с первого хода ты летишь сюда твой следующий второй ход ты находишь точку куда не сможет дойти чемпион и паладин если такая . конечно есть вот и все то здесь wait здесь бафчик про уже хорошо но сначала надо огненный шар кинуть ориентировочно фанатике вы танковывают оба выстрела для того чтобы по грифону выстрелить все ты встаешь к ним сюда ты встаешь к ним сюда дальше грифона в десятку прорубаешь а ты идешь в конце свой ухода так а чемпион наш первым будет ходить они не первыми 10 11 я успею джина спрятать хорошо а для нас а для ангелов нет свободного места или есть семеркам пятеркам восьмерка десятка нету паладин разорвут естественно ангел это вопросов никаких то есть ангел не может нормально вылетать и вылетать и убивать стрелков но тогда мы их можем игнорить и отталкиваться от того что мы все равно курим каждый ход мы будем ведь их урон не хватает для того чтобы монков пробить мы будем каждый ход типа восстанавливать недостающие а и тут я понял блин я понял почему а ринс этому упырю дал блес то есть тут настолько все хорошо рассчитано что даже при фиксированном максимальном уроне они не пробивают тебя если у тебя только нет этого нет бешенства и кстати это значит что скорее всего джинами я не должен вообще бафать фанатиков хорошо ну ему реально блес выдали там блеск ура и ви ну курс короче то есть него вполне такой конкретный набор заклинаний там три штуки кажется да ну давайте тогда ангелом попробуем пробить через уэйт грифонер сам джинов прячем сразу же а сразу же а коня кто будет ставить на правильное место раз-два воздушный щит так вот и получается у нас что гриф он сейчас подойдет сюда заблокирует проход к чемпионам правильно правильно есть место специально для ангела хорошая до которого тоже ну никто никто не достанет дальше вопрос будем ли мы джинами пытаться шот скастовать но тут алибар чеки заблочит насколько я понимаю да они же первыми будет ходить подожди как так вообще в прошлый раз алибардисты подошли я тут паладины вырываются и до свидания у меня уже все линии раз я уже смотрел мне я ничего тут не делаю к сожалению не могу бешенство отлично да тут нужен блок надо понять по какому принципу он успевает подойти а как так получилось то прошлый раз такое впечатление что паладины прошли вниз и не успели в прошлый раз может мне действительно пока никуда не уходить дух унынием гриф он авто плюс мораль она мне потом в перспективе помешает нет морали побольше у него только на грифоне единичка а нет у него плюс 1 у меня плюс 2 такое впечатление что дух уныния мне нужен чтобы не было двух ударов по по коням потому что из-за двух ударов по коням я не могу лечиться поэтому давай дух унынием и нападаем огненный шар уэйт пока уэйт тысячи рублей от некто саныч привет как саныч так миша не здравствуйте спасибо большое смотреть после развода соболезную и я прям перезагрузился класс и сейчас надеюсь на отличное прохождение да кстати ринс сейчас скинул скрин один игрок на первый день победил и фордрагона аликом да ладно и фордрагона аликом это типа тот бой который предполагается что ты проиграешь о псих ненормальный вот видите через вейт у нас паладин заходит в нужное место все теперь 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 уже нормально перри же понятно как он там оказался грифон уже надо ударить так ну что теперь ангела в любом случае надо прятать грифонов теперь маловато чтобы пробить или под блессом хватит 16 6 96 а у рыцарей 90 так рыцарь не бит и не крашеным видите рыцарь выстаивает 19 нему сейчас эти заблочит мне надо понять каким образом мы будем дальше стоять ну надо курить видимо после удара вот этих упырей они в любом случае ударят нанесут какой-то урон но рыцарь не про бьют возможно избавиться сейчас от лучников а возможно уже посмотреть в будущее а будущее туманно самый опасный стек это кони потому что быстрые потому что самые сильные и вот этих 13 они в рамках сотки находятся урона ну то есть 2335 3513 в районе сотки находятся грифоны уже не угрожают поэтому паладины ну словно десятка на 20 это 200 урона это 200 два раза по 200 да да и кони 25 15 еще больше они являются самыми самыми опасными тварями поэтому я попробую их отстрелить джин один хит в этим здесь в этим джин отстрелили все-таки отстрелили до куры а это плохо то есть может быть надо кинуть 2 фаербол все-таки я поманю меня а точно вот мой приоритет у меня приоритет же паладины потому что они 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 же добегают до меня пока они бегут наверх возвращаются назад мне их нужно пробивать мне их нужно пробивать мне больше беспокоит сейчас могу ли должен ли я тратить фаербол второй что джин и все-таки умирают можно попытаться это сделать сразу 1225 но мне кажется это неправильно но зато еще смогу бафать спокойно этих а а почему а почему кони здесь пробежали я как-то неправильно коня поставил в смысле этого первого коня поставил неправильно почему эти побежали наверх полетели наверх почему они не выбрали эту точку сейчас выбрали а и паладину успели добежать погоди-ка как это работает я должен дождаться когда паладину идет а эти наверх идут ну все почему а мораль что и сработало я не понял там похоже мораль сработала а не могла сработать у меня духуны не допустим шар и вылетает игра класс из фарбол понятно это понятно блок понятен выстрел по грифонам тоже понятен а сейчас побежали а ну даешь я же начал двигаться до того как и поэтому паладина подошли все это объясняет но я не точно последовательность сохраняю ведь еще должен был войти с конями чтобы эти подошли после этого выставлять коней за закидывать джинов пробивать чтобы под блесен грифоны не добили ну и надеюсь что грифоны не будут бить по по верхним коням а будут бить по нижним добьют все теперь этот бежит но до того как он прибежит он прям прибежит да я успею еще разок фанатиками выстрелить мне кажется надо сюда подставлять ангелом стрелять по крузакам убиваем их но осталось теперь аккуратненько отстрелить коней сколько у нас мана осталось восемь на одну куру до как похоже надо было джинами еще коцать его подлечим коня попробуем отлично джины молодцы справились то есть нам фанатиками нужно сосредоточить урон на чемпионе можно вылетать периодически подрезать 53 а а цирк пробили ой хорошо мне бы как-то грифонов под подкосить вам магическое зеркало но зато бешенство есть лечение еще бы подрезать этих видимо ангелом надо вылетать и подкосывать ну и грифона тоже до минимуму надо довести нельзя рассчитывать на куру слишком много грифонов чтобы а он убьет если они подлечусь может коней подбавить это рандом такой видите чемпион стоит в такой в такой позиции что я не могу по нему бить без без штрафа это значит что скорее всего ангела я должен через вейд вести в другой точке находиться для того чтобы он был ну типа как как цель понимаете все вводим паладины сюда ставим рыцаря так ставим рыцаря так заводим этих сюда пробиваем грифона может мы здесь ангелом вытанкуем кто нам там помешает типа уменьшить размер стеком в идеале конечно да нужно как можно меньше чтобы было надо это объясняет почему нельзя так волиград все-таки не выдержал начал начал подсказки лепить бывает так чё по бафам 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 не так что правильный ход слишком они рандомные 95 кстати сколько убил там 4 5 этих был пробить ну пора кору делать пока уэйд на 5 колью не там не паладинов конечно надо убить а я войд поставил стало быть давай попробуем спасти коня но это маловероятно а потому что сейчас паладина ворвутся в него да они борются и все то есть у меня фокус на убийство паладину после этого совсем про них забыл то есть моя задача сейчас максимально разбавить этих товарищей но ничего такого а и вот и вот опять но то есть я не понимаю иногда логики в грифонов то есть они то бегут туда то не бегут туда ну наверх имеется ввиду сейчас правильно пошли надо ждать когда подойдут паладины дальше стрелять именно по паладинам тут без куры никак вопрос только каким образом 12 щит хорошо хочет хорошо щит нас может спасти спас нас щит кое-как последнее лечение уже болен какая жесть как не шампиньонов убивать шампиньонов уже трое ну потому что тут вот так хорошо хочу уменьшить а и то есть понимаете да нужно уменьшить количество ли бордистов нужно уменьшить количество грифонов и потом на последние вот эти вот два десятка стрел расстреливать чемпионов всем занимательный бой знаете попробую все таки а не могу я думал джином бахнуть до выстрела было бы неплохо я смею бы как можно быстрее довести грифону до нужного дождя может я успею все-таки сделать баб джинами они же залетают на следующий ход они же быстрее чем эти ходят 10 11 то есть у меня действительно есть возможность про бафать про бафов называется щит защиты от земли отличный баф ребята прейры блессы не они слышал прейр хорошо о меткость стил скин тоже хорошо это же защиту повышает все этот вниз ушел мы расставляем коней и уже 11 13 понимаете с ударом уже 13 не 16 у а и ответка же будет так и что нам там у коня 2025 то есть он с моими статами в среднем заход убивает грифона и надо мне прикинуть какое количество типа 5 грифонов надо не надо много убивать не надо мне мне понравилось о воздушный щит хотя какой смысл сейчас попробуем какой избав получить хороший но не настолько хороший чтобы волшебное зеркало я мшам зато курсы не бурен и бешенство мне тут не поможет игра вылетает черт ну пожалуйста спасибо отмена отчеты кому-нибудь когда-нибудь эти отчеты помогали вообще отправлены так все батл штурм пошел ну шарик хорошо локерок защита контратака да контрудар блэс хорошо щит от воздуха блэс перебивается курсой да насколько я по мне то есть работает тот зато заклинание которое сверху вешается исходя из этой логики из постоянного курса может быть антимагии и лучший вариант для увели закрыли пробили 8 мало конечно ну и все и он на этот раз решил грифоном полететь наверх воздушный щит правда зачем мне воздушный щит так девятку убить как раз останется нужное количество но помним что нам уже вроде как нужно пробивать хотя зачем эти тени пробьют кору делать надо чтобы джин не убили тогда вы ждем паладинов тут дэв дэв паладина подходит бьем паладина фраз правда я пробил 6 уже нормально выглядит опять видите 11 я либо кур делают то есть меня выбор на самом деле меняю ли я два с половиной хила на один шар но хотя вроде как хил то важнее в такой ситуации типа надо игнорить вот этих товарищей они не убивают их совокупного урона под блесами не хватает что пробить джина вот они пытаются 40 и не получается соответственно если мы будем делать кур каждый ход то мы как бы здесь держимся не факт что держимся такое впечатление что коня надо ставить справа а сюда лететь ангелом потому что ангел сможет вытанковать да это тоже продуманный ринсом неплохо поняли да то есть фаербол только один бафы пока под сомнением но не обязательно здесь уэйт чтобы паладины прошли здесь блок а здесь блок вправо чтобы грифон занял эти две точки а когда нападал паладин у тебя здесь стоял не конь а ангел понимаете я не вовремя сделал лечение иду как бы ангел встает и пробивает восьмерку понимаете хил снова не типа может быть вода мы бешенство ставим и пробиваем почти всех сразу один хит кстати 65 пробили да а было 12 да мне нужно еще хил правильно ставить ну или бешенство не либо не кастовать реально бафы слушайте а может быть мы джинами реально сосредоточимся просто на конях чтобы они держали дамаг потому что все равно тебе хватает урона слишком он рандомный получается понимаете слишком рандомные бафы ангела бафать мы нормально не можем потому что но он вылетит нормально не может коней не хотелось бы бафать потому что от них их мало и они фактически только блокируют но вроде бы справляются с блоками сложно пока сказать 19 30 ну типа я щас кидаю рандомный каст в монка и чем и то же самое кстати кидаю рандомный каст в коня получаю какое-нибудь бешенство и меня пробивают за удар стек что этот что этот то есть у джинов тут рублей от ультрабанан ультрабанан спасибо здрасьте здрасьте народ не году чатик подвис сейчас кто-то в чате уже кстати думал про копейщик который можно было купить копеечки не покупаются во-первых эксперты они даются бесплатно во вторых толку от них учитывая ограниченное количество слотов не совсем понятно зачем блин сейчас мне и чат все нормально вроде да на ангела может прокнуть хаста и он долететь может просто до этих в этом в этом я согласен в этом я согласен мы не переживаем можем без коры понимаете он что убился об ангела как 6 грифонов ну да и по-другому не могли ну там стоит конь стоит ангел грифу 6 грифонов убиваются об ангела все бешенство на ангелов класс ну может быть это действительно класс в общем грифоны не полетели да что происходит как понять этот рандом почему он из-за первого прокаста что ли ты так делаешь а из-за того что я видимо не не пробил фаерболом а щит прейер о стопы у нас реально сейчас ангел может мало того что больше грифонов пробить если это конечно критично он может еще успеть или мне грифонов лучше пробить грифону по что будет блэс а проверка мне не поможет все равно да мне нужно чтобы эти не шли назад а шли вперед и заблочили поэтому как бы мне не хотелось я должен пока что убирать ангелами я и и и и и и и хитом лечением деф-деф все погнали хочу погнали а почему этот сюда побежал у него здесь проход есть трындец ладно тогда потерпим во-первых лечение здесь уэйт может это мой шанс типа начать с коней уже от отстреливать а сейчас они побежали а кто больше урон наносит 2 монка 2 10 плюс статы 2 монка конечно же а сколько конкретно фанатике наносят 17 а стрелки 6 а может мне вообще вот этих убирать да наверно так нам делать 311 но я не могу не лечиться к сожалению а может и зря это шестерку пробил быстрее пробьют эти а я даже близко не нахожусь в ситуации минус фанатик для трензис какой плохой расклад блин такое впечатление что либо я действительно должен как-то за счет куры держаться либо потратить и мне должно хватить типом я я я не понимаю как как джиннов утилизировать из-за рандома то есть мы можем исключить рандом бешенство если потратим второй фаербол и тогда у нас у монков откроются потенциально ну три джина там три три полноценных хода бафы много урона я не могу использовать на кони потому что это рандом и получишь бешенство и умрешь от одной тычки все закончится на ангела непонятно как его использовать то есть он слишком часто нужен для того чтобы там уменьшать по популяцию такое впечатление что надо реально второй попробовать второй фаербол использовать для того чтобы просто убрать вот этот понимаете попытаться убрать этот рандом но опять полетел не туда ромаш говорит ангел можно байтит бежать верхний правый угол там все перекрывается паладинами и кавалеристами не надо подсказывать пожалуйста армаш подсказки только мешают но я не протоковал гриф она вот начинаю торопиться начинает длиться начинаю торопиться поэтому я ненавижу товарищи которые которые отвлекают и воздушный щит бешенство длиться не нам не поможет искать что поможет но скорее всего фанатик не выживет но грифонов мы падать подрезали очень хорошо все теперь типа тратим огненный шар чтобы спокойно стрелять и начинаем стрелять в первую очередь по паладинам раз выстрел в принципе паладинов ангелами можно и влететь самом деле мне тут никто ничего не сделает они не добегают в такой позиции так это же прекрасно тогда уэйт давай по бафам посмотрим дальше куры слишком многое пробиваю как бы мне коней возможно да возможно надо было ангелами лететь вниз для того чтобы кони подскочили и и тогда я бы пока не просто коней слишком много ведь убиваю 02 а у меня блоки через четыре хода закончится то есть моя задача была сейчас приманить сюда коней именно так потому что куры уже последние а стоп тут еще хитрость получается мы можем не убивать мы можем попытаться обновить я думал может быть не конь сверху должен блочить но ну типа кто-то более слабый на самом деле нет мы не выдерживаем дома она уже нет на хил то есть в этот момент я уже должен добивать добивать стак коней охренеть да яр приветствия может понятно понятненько на батл все правильно ну и а может быть не нужен второй фаербол потому что фаербол это 12 маны а 2 хила это по 5 маны то есть первый огненный шар без без вопросов а второе возможно и с вопросиками мне как бы на 5 лечений а так всего на 2 но это пропорционально к лечению это это ход фактически одно лечение твой ход а ну раз он попробуй бафом ничего полезного Ошибся, нажал пропуск хода Ко нём, а не wait Провер уже получше, стил с кем тоже В серии я ангелом переживу, если побегу наверх Зачем, правда? Чтобы этих завести, чтобы на следующий ход через wait Да, попробуем, ладно, посмотрим, что из этого получится Ага, вот что из этого получится Грифон долетает Здрасте, что я пропустил, две стены огня на коня пробовали уже Две стены огня на коня пробовали С ноги просто врывается Арчибальда Арчибальда, пожалуйста, без совета Зашел, посмотри внимательно Подумай Попробую понять, что происходит Нагрив, он улетает А, Джину убили, не успел подлечиться Да, веселый бой Меткость Блесс перебивается курсой Такое впечатление, что реально Эти рандомные Эти рандомные залёты Давайте под Блессом пробьют Если я не про дамажен И опять он не туда полетел Ну он в определенных случаях летит Блокировать рыцарь в определенных не летит Хрен его знает Опять же, Блесс курс Толку нет от этого хода И даже если ты под бафаешь ангела Нет, ангела можно на самом деле под бафать Попробовать Так мы можем больше урона нанести по Грифону Ну типа щит огненный там подамажил Опять не туда полетел За как это Так Да вроде я так ставил Не то я сделала Надо было протоковать Да я подумал, может быть Грифон Выбирает цель верхнюю Из-за того, что Из-за того, что слева Ну внутри даже Внутри Какое-то расположение особое Особое Антимагия зеркала Паладинов ждем Блокируем, блокируем 300 рублей Палет удар Вольф Дизель Дизель Спасибо большое Ну вот опять же Михаил Да Мишустин Ну что, что Категорически Желаю тебе Офигенного прохождения Ой, спасибо Просто бестолковый кастом Ни на что не влияет Ромаш говорит Подумай насчет Давайте сразу Нет Я даже считать не буду Подбаньте, пожалуйста, товарищи Ну он, по-видимому, немножко туповат Потому что он не слушает, что я говорю Что не надо советовать Спасибо большое Да, на этот раз я вот одинаково их расположил Абсолютно одинаково Да он не добежит А, ну я хотел подойти им Ну я подойду, я подойду Вешенство Раз Что там по хитам 23 уже, да? Двадцать шесть Сто стон Что это выигрышная ситуация или не выигрышная Пытаться мне сейчас каким-то образом лучников убивать Давай попробуем реально этого подбафать Что там про пустой можем верхних убить но то туда кони прилетят как бы снова лечить надо потому что умирают уже и мне на один хил остается там 15 коней и пресса т.н. мне кажется надо ангелом вперед лететь джин отстрелялись уже как не справиться ситуации когда все так все вскроется блин чисто 14 конями это делать у меня последний хил остается ну как бы здесь по-другому никак 40 30 40 40 45 уже не так сделан для копейщики пробьют мне надо прикрывать знаете но вот это вот все уже они дойдут причем моя задача понять каким образом мы можем мы можем вывести чемпионов на дистанцию на которой они будут без штрафа расстреливаться монками иначе мы не успеваем но так как также как мы выводили паладинов сюда то есть в рамках первого хода уже сразу же то же самое надо сделать каким-то образом с конями но конечно ты полетел суда бешенство но именно сразу от лучников то есть бешенство кастуется мы этот монг умирается исходя из этой логики надо пытаться этого ангела бафать но сейчас вот я тоже на рандоме ангела по бафу он получил амшу и был таков вот это вот конь сми нужно встать видим ангелом таким образом типа сюда чтобы конь про да про прошел сюда 140 21 и разницы нет на все равно куриц ну что выжил джин вот здесь мы раз так бьем а этот скорее всего сюда и тогда что конь может захотеть идти на новую цель что паладин 40 40 11 но ты в такой ситуации кого мне бафать бафы для кого-то давай ангелом отлично блин и он убил сомнера набился в него то есть я поставил ангела рядом с грифоном и грифон уже во второй раз решил что парам пара атаковать не коня а пора убиться а грифоном хорошие бафы я не понимаю я не понимаю я не понимаю одна и та же раскладка одни и те же действия и конь вместо того чтобы идти вниз идет наверх это как тут видимо реально есть какой-то внутри внутри рандомчик который я не могу объяснить пока что ну вот опять я ставлю одинаково прям двойки двойки единички единички абсолютно одинаково ставлю и все равно грифон иногда летит наверх иногда не летит не понимаю я не понимаю закономерности не понимаю последовательности они двигаются в зависимости от того что джинны баф над я попробую мне бафать джиннами в первый ход ну то есть через вейт сыграть просто ничего не бафаем просто улетаем также как улетали вообще ничего не делаем на этот раз побежали сюда ударили перед следующим ударом нам уже кур нужно делать пятерку оставляем д вставим д вставим убьют они ангелов нет не убьют на полетел чтобы вот эти вот побежали на меня 23 вот это уже интересно 100 рублей от вулф дизл минус замок у нас счета есть а принцессу выдали или опять на госуслепти пока пока ничего он пока ничего блин может реально тогда чтобы уменьшить рандом пока джиннами ничего не бафать но тогда я не пробью могу не получить бонусы с пробивания грифоном а может себе он и не нужен этот бонус так я должен там хил первый сразу не сразу после того как грифон вражеский ударит меня нет 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 я не кастовал джиннами а поставил всех как надо и все равно грифон полетел туда кто-то ему рассказывал в зависимости от того что кастуют хренуют не это самое 100 рублей от алтарбанал мне казалось на госуслугах только альтушек выдает они ведут себя непредсказуемым до летит опять я специально проверил специально при проверил экспертный совет специально грифон не полетел это значит что кони кони могут успеть нет кони же медленнее ходит но тут зависит от того грифон полетит наверх или нет 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 не полетел хорошо у нас очень хорошо в танковал танковал ангел ждем пока дэв дэв расстреливаем этого пробиваем его чтобы вывести коня он тебе сам пробьет 90 23 40 40 40 а дважды я не могу конями да потому что за нас двух ударов улетает точно захударов улетает 77 на двух ударов гарантированно улетает конь конь огонь да я думал ответку снять как тоже джинами полетать на а я неправильно поставил этого сейчас курсадеры бороться и все все не должен был пропускать ход ангелами и он опять не туда бежит то есть и вот до последних где-то 7 8 раундов я еще не доживал то есть я представляю кто должен приблизительно остаться там но весьма туманно интересно в кого он будет стрелять погоди к нд посмотрю вейт об джина окей я хотел отложить немножечко курум а нет в джина стреляет все минус джин то есть лечиться надо все-таки перед залпом лучников вражеских па-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-р rabо-р не Ой. Так, не хочется на медленную скорость повторять первые ходы из-за того, что как бы грифон, ну вот тут на 5. Ну то есть он то летит, то не летит. А чё ходов не хватает апгрейд? Ничего нет, не хватает, чё-то чё. Начало следующего хода. Как насчет алибарчиков сверху подрезать? Ну как бы копеечки всяко лучше. А, ну вот почему нельзя, да, всё понял. Коня сверху не прикрыть от рандомного грифона. Тестер, сколько раз уже предупреждали, пожалуйста. Так. Так. Короче, да, первый проказ джинов, он чаще приводит к тому, что они действуют не так, как нужно нам. Проказ на фанатиков тоже рандомный. За бешенство и отстрелы их в первом туре. В начале следующего тура. Это, может быть, имеет смысл. Но, ну, твоё ж, твоё ж... Ну... ... Ну, твоё, твоё ж... ... ... ... ... ... и вылитые 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 еще до кучи так ну это почти безусловно красный дракон говорит это нужно пройти по за новым кирин сына майки раз выплатил из извините я просто просто я уже начинаю бесячих вот этих вот товарищей самостоятельно банить не протокал так ладно рассматриваем вариант со стенками двести восемьдесят три девятьсот девять коней может действительно на определенном этапе выгоднее будет но когда мы скажем избавимся первично от грифонов может быть имеет смысл ну то есть первый ход фаербол второй ход закрывание а третье возможно провокация какая-то через но как ты без хилла то справишься по стенкам на масса мест где можно поставить хорошо погодим этот выстрел чтобы закрыться правильно это что паладина вниз пошли это чтобы стенка было этот ты не удар удар не сделал поэтому под блеск мать око не умрет как бы здесь все равно рандом сам начали конечно ой какие тут варианты с фаербола я начинаю потому что два стака стрелков стоят рядом и они за раунд не не убивают мне никого поэтому мы можем держаться на лечении два коня хорошо перекрывают все если только грифон на верх не летит то все нормально с блоком снизу роль джинов непонятно потому что бафы слишком рандомные плюс они вносят коррективы бла-бла-бла у нас есть первый ход за счет ангелов на земле ну и у нас есть пол пауэра стенка на 280 в теории мы вообще можем сносить там по 6 тканей за ход больше у них же 100 100 ровно 76 это сколько 870 почти по 9 коней надеюсь жизни сколько 350 эти вообще сразу мрут то есть надо попытаться на второй ход после того как они разбегутся стандартно по своим делам после того как мы закроемся попробовать найти место удачное для стенки но только к надо как-то как живым недороги то может грифон летел из-за бафа да и не делал бафа я я не делал в принципе бафы повторял ход и все равно грифон то туда-то туда летел сейчас он просто 77 летит наверх а для меня это означает ладно давай ну чё давай сейчас под бешенством у тебя минус этот будет мне не будет минус хорошо вот оно начало следующего хода можем ли мы каким-то образом поставить того же самого ангела так так чтобы кто будет 1 конь будет 1 конь побежит преградит путь да я хочу стенку вот такую поставить какой-нибудь давай проверим ладно тут уходим наверх а понял все понял мне нужно чтобы ты был не в поле зрения грифона дан тогда может быть он не побежит на себя нет тут то в любом случае надо закрыть сначала спасибо так окей теперь мне некогда кидать стенку не я могу я могу сейчас попытаться вторым фаерболом накрыть этих и мне остается ровно на две стенки и возможно этого типа хватит до этого может хватить то есть огненный шар чтобы не лечить такой удар удар чтобы грифона не убил и вот он мой ход причем я могу джинами сейчас подбафать коней на рандоме у меня есть две стенки ни хрена не получилось подбафать блин но если я не кидаю фаербол мне придется после каждого после каждого хода делать делать хилл иначе мне погибает как минимум один юнит он допустим давай посмотрим сколько там стенка огня сносит половина коней сносит плюс возможно не только коней половина коней меня шутают да то есть мне должна быть дистанция фаербол или не фаербол фаербол фаер фау 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 фа а как насчет и просто отстрелить этих тогда а зачем мне здесь вообще джин и почему бы мне не заспалить из монков на три группы чтобы не тратить ход избавиться от мелочи сколько у них здоровья 60 60 и 30 урон у меня 120 на две группы сплите мы спокойно добиваем за один ход этих и соответственно не тратим будет минус один стак джинов но учитывая сомнительную ролик этих самых джинов может быть и дам она мне придется я потрачу еще минум минимум один ход для того чтобы завести фанатиков наверх они же меня будут стоять тут а мне это не устраивает потому что я не смогу внутри перекрыться от залетных грифонерсов скорее всего да ну да влево ты не можешь уйти конем почему не можешь можешь тогда можешь перекрыться получается то есть две пачки джинов две пачки фанатиков так так попробуем две пачки джинов и две пачки фанатиков причем неравномерно распределенных типа 8 на 4 кое-как проверим верхнего коня можно дальше права кинуть не в этом вопрос мне не нужно чтобы он был дальше мне нужно чтобы местами поменять короче болен там спасибо большое варвар да мы так перекрываемся вроде как этот троих убивают плюс мораль еще красивым вайт вайт он соответственно один сюда второй конь сюда джин перекрывает так джин перекрывает так на 19 понимаете 19 19 под бессом коня пробьют 19 под бессом пробьют коня не пробили кстати четыре хита остается но этот расклад мне больше нравится потому что фактически у нас тут морали же сработало но все равно мы выигрываем чуть ли них не выстрел один полноценный монками избавляемся от стрелков соответственно мне надо тратить 12 ман и мы получаем либо две стенки либо 2 хилан и потом соответственно надо будет уже думать каким образом ангела ставите стенки ставить для того чтобы вражеских коней и паладинов желательно сейчас опять наверх гриф он побежит и всем вот если они не могу контролировать эту эту штуку я не понимаю принцип по которому они так действуют вот сейчас сейчас встал так какие у нас задачи сейчас есть два опасных стака жирных но пока что я не могу без куры прожить но выжить конем скорее должен убивать этого лечиться тут помогать с грифоном тут стоять в дефе и ведь этого коня следующий раз надо в направо поставить а так часто можешь поставить но чтобы паладином прикрыть здесь его теперь возможно уже в начале данного хода уже не пугая стрелков все ты пугаешься ну как и здесь без куры без куры вот этого способа чувака у меня тут забег со стороны паладина снизу либо довести их пока через куру до типа избавиться от паладинов которые могут бежать им не мешают лечиться уменьшать популяцию грифонов избавляясь от от крестоносцев на удар по крестоносцев короче плюс мораль отлично грифона внутри зайти не может кто следующий джин 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 а потом этот убивает дэм может уже сейчас стынку поставить у тебя пробьют верхнего и все ты не можешь стынку ставить вопрос насколько эффективно ты можешь прокурить лучше дождаться удара 10 грифонов а потом уже курить лучше получить ответку от этого ну и дальше соответственно ладно да попытаемся его вот хорошо и теперь у нас 39 23 мы должны лечить лечить этого коня лечить этого коня лечить ангела окей далее ситуация какая грифоны становится все дохлее дохлеем крестоносцы в рамках этого ходом будут ходить и мне второй пачка его с одного раза надо убивать а фанатики должны либо уменьшать популяцию вот этих товарищей чтобы кони на следующий ход выдержали да то есть минус кресты тут фуловый дэв тут фуловый дэв и вот сейчас моя задача в начале этого хода при помощи при помощи стенки уже уничтожать это победный кстати может быть если тут не на косячу потому что вот этого товарища уже не пробьют сверху джины держится конь побежит за ангелами вот сюда ну и там еще копейщика бегут на копейщика в целом пофиг они нас не убьют с ударом то есть нам нужно поставить стенку справа такую чтобы гарантированно пробить коней три раза таким образом да 1 2 3 то есть он в любом случае будет через эту клетку эту клетку эту клетку идти и поставить ангелов так чтобы ну кони на него побежали они вроде как и так и так побежат побегут на него этих мы не боимся да еще не боимся ладно ставь вот таким наверное образом окей будем пытаться бафать коней как-то видимо нет ой ай грифон и же блин а был победный трайм так ну хорошо сплит на две группы для того чтобы добивать этих эта идея хорошая расстройка 1 выстрел вейт-вейт суда суда удар залет 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 ну и сейчас будем ловить момент когда грифоны не полетят наверх а вот почему я левый должен был ставить так огненный шар хорошо тройку убрали по этой выстреле вейт-вейт что паладины подошли блок 1 получается блок такой по-другому я не могу но он бежит не туда мораль как конечно какая-то вообще безумная но вот вот как мелко я не знаю я не знаю как ловить ловить залет грифонов туда ну можно она рано или поздно сработает сейчас пошел к сожалению он не убьет коня да он же умный да он не убьет коня я думал мне лечение не надо было использовать но не хотелось использовать для того чтобы сначала папа пробили али барчики а потом уже я подумал выстрелит тот или не выстрелит по битому канью конечно выстрел вот 9 хитов но видимо куру надо делать хотя 19 хитов не снимет учитываем 15 12 20 23 не снимет так вот сери внимательно меньше вот из этого трое ты можешь уже выбираться более-менее живым дам твоя задача паладинов видимо убивать ангелом плюс конем он подбежит сюда в любом случае ждешь удара по этому коню по этому коню пока никто не может поэтому вайт дав дав теперь ты должен пробить этих а потом прокурить а как я тут выдерживаю вообще мы сначала грифон надо пробивать потом лечение делать пробивать раз а конь до меня не добегает хорошо что проверил но если паладину бежит а он не побежит первым он побежит следующим окей дальше твоя задача паладинов в раз смочить правильным вот этими вот двумя повезлом ты дав ты дав так а вот теперь важный момент тот самый где грифоны на меня полетели дан с моя задача сейчас а как я без лечения выдержать и грифонов мне нужно будет их подрезать а я не успею их подрезать до того как они ударят поэтому либо я они убиться об меня могут то есть мне еще один ход нужно лечение делать возможно воспользоваться тогда этим ходом чтобы но тогда а грифон наверх полетит просто и все я достаю до фанатик кстати достойду фанатик я могу пока убить единичку фанатиков они же первую очередь будет ходить на давай сначала лечением дальше минус фанатике плюс мораль кей опять же грифона я не могу добивать и уже не достаю но зато у меня появляется возможность на следующий ход а этим товарищем например блин я не знаю как его провести посмотрим как конь уйдет бафать будем кого-нибудь хрен его знает вот он побежал возможно наша задача сейчас немножко помочь грифонер сам точнее коням но совсем чуть-чуть возможно помочь этим коням а плюс мораль еще и о прессе на грифонов я не могу убивать этим количеством и верхних я тоже не могу убивать так а вот и мой ход я могу добиться во первых шестерку надо думать каким образом ставить стенку для максимальной эффективности и чтобы при этом грифон не открывал проход такое впечатление что надо ангела а кто первым будет ходить грифон будет первым ходить черт как как может забить уже и лететь архом убивать этого стенку ставить он же все равно два хода потратит а там ротацию сделаем наверх продвинемся у нас больше никаких да тут можно выиграть тут если он словит две стенки то мы чемпионов убиваем нужно сделать так чтобы он пробежал через шесть стенок на меня за два хода почему это подожди а почему ты торопишься у тебя же мана еще есть на 15 как раз на две стенки жесть вы понимаете если я сейчас попробую увести этого наверх ну во первых у меня есть несколько вариантов да я могу добить мелочевку все равно конь уже сходил а нет подожди это это конец моего хода это конец моего хода или нет подожди а почему почему у меня появляется как так получилось я завтыкал если сейчас не морали я бы я бы умер да почему мне пишут что пятый ход начинается с хода джина они схода ангела да это начало хода у меня уже капец ну я не могу тогда ничего здесь пока делать ни с грифоном не с этим надо улетать а я не могу улетать я уйду наверх там нет прикрытия я уйду сюда там меня встретит грифон и откроется дверь сюда и либо мне уже забивать и убивать шестерку для того чтобы сваливать отсюда на следующий ход от коня то есть моя задача сейчас уже сваливать получается да и подставляет за собой стенки куда бы я не пошел ангелом открывается грифон но либо мне ангел убивают на 15 чемпионах у меня ход вот такой вот убить грифона просто убить грифона но и ангела отсюда я увожу соответственно конь побежит сюда благодаря этому я смогу с высокой вероятностью ну вот этого убиваем кем кем ты его убиваешь если ты его убиваешь и там остаешься михаил а нам его нужно убивать чтобы коней спасти может тогда мы отсюда пролетим а ты не боишься что конь просто наверх полетит и всем побежит но если побежит ничего страшного у нас там ангелы вниз мы уходим как раз как ты вниз уходишь как ты 6 грифонов под 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 это самое пододвинешь но вначале следующего хода ангел убивает грифон и все уходят да но проблема то в том что чемпион поверху пройдет арка и ангела те убьет ты поставишь там максимум одну нормальную стенку и все и он пройдет без тобой прикольно ты придумала хорошо а варианты какие если не учитывать морали ну вариант есть чего не раскупоривать ты его не контролируешь еще раз ты не уходишь ангелом никуда так чтобы тебя не пробил грифона грифон пробивает открывается соответственно ты можешь сейчас в начале своего хода пробить либо 6 грифонов либо 6 арбаль алибар чиков мне кажется что надо пробивать алибар чиков потому что грифоны могут просто раз сами раскупориться для вот этих товарищей и убийцы а грифонов ладно погнали а нет нет неправильное отображение это был конец хода не начало блин а андрей нервана пожалуйста пожалуйста без подсказок пожалуйста стенку конечно хотелось бы поставить таким образом чтобы но сначала же полетит грифон понимаете я не знаю каким образом он полетит то есть если стенку одну поставлю здесь а конь не побежит а конь в любом случае не побежит из-за вот этих вот упырей что делать ну ты можешь сделать weight посмотреть куда чтобы делать грифон куда побежит конь и у тебя будет целый ход ты ангелом добиваешь грифоны и всеми перегруппироваешься да ну да не пробивает не пробивает все вай тогда тоже white white все так все нам надо принимать решение по кому стрелять ну как по кому по грифону стрелять вариантов нет а дальше а дальше угадывать как ставить стенки таким образом чтобы 15 коней забрать так все конь побежал и чё и все получается уже да уже ничего не сделать чемпион же быстрее твоего будет ходить 87 до быстрее 10 или попробовать его забайтить на слабых то есть пролететь сюда скажем джинами и допустить что он пойдет именно на джинов ну то есть я сейчас в конце своего хода должен поставить одну стенку в начале своего вторую стенку как раз на всю ману которая остается если он будет пробегать через две двойные стенки это 6 по 2 800 соответственно 2 8500 все кони умирают все настолько рассчитано хорошо если скажем джина поставить сюда стенку поставить так стенку поставить так у него есть возможность убежать вообще изи а если ближе ну тогда надо на четыре стенки пробежит и все а у меня 11 ход у меня один скорость так у меня один скорость не один скорость я могу джин реально поставить так чтобы он добивайся человек их конец первого хода начало второго маны на две стенки и и ты отталкиваешься от того что он выберет убивать джинов они ангелов но ангелов ты все равно не спасешь ты можешь этих и тех туда отправить вниз что повысить степень привлекательности он может конечно в коня влете влететь безусловно и это будет провал для меня ну давай допускать что он выберет одну из трех целей и побежит вниз надо сделать так чтобы он дотягивался до всех трех целей и вынужден был но еле-еле и вынужден был пробегать то есть ангела надо ставить сюда нет ой дурак блин ой дурак и он сейчас вниз побежит да да я выигрывал здесь сука я задумался а там неправильную станку поставил все равно этом не выиграл жесть привет а там все равно и поставил таким образом что он не задевал эту клетку надо было ставить стенку здесь и думать как вторую ставится тоже не совсем понятно так все разделили до 14 мы пока ждем до 14 значит выстрел мы гарантированно перебил переживаем единичку бьем тут пока грифонерсов тут д д д д д д д ангелом помогаем но после удара ангелов начинаем уже лечиться да сразу лечением эти бешенство скастовали и всем и сменился приоритет то есть он понял что грифоном сможет добить мне одного из ангелов стаки и так ну давайте теперь советуем у кого какие мысли по экспертам то есть я знаю как поэтому можно про пройти но мне любопытно сейчас по немножко почему рите экспертов которые четыре хита а это плохо придется курить сразу иначе пробьет все равно я не хотел курить от уверенность от первого фаербол может выгоднее коней коней грифонов кинуть но я теряю гарантированно тогда от выстрела лучников это же очевидно что они будут стрелять из расчета нанесения на вырубание по стеку так стоим нормально 24 так водить коней ангелами водить коней ангелами вам 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 дэв дэв хорошо лечением добиваем тут единичку 4 хита блин повезло я глупо сделал потому что я уже сейчас могу придумать что-то со стенками пора видимо придумывать да хорошие хороший расклад на самом деле здесь надо стенку огня поставить таким образом чтобы он ее не обошел и чтобы он ко мне прошел но таким образом ангелом можно пробивать этих товарищей конь должен на меня бежать 1 2 3 ну и все еще повторение одно такое все я не могу подпускать потому что но он коня убивает мне здесь здесь или одного убийца сколько там нужно нанести урона 76 660 660 660 мы наносим 700 с чем-то то есть мы убиваем точно 700 с чем-то с чем ты наносишь 700 у тебя 283 по 280 да ты наносишь 800 840 но это в случае если он пройдет по всем если не пройдет он коня может забрать а эти с одного удара не могут ну исходя из этой логики надо лучше этих убивать а мы не сможем в принципе пройтись всеми давай беги сюда не не сможем поджин один хит остался я вот этого не не блин а я смогу понять как он будет идти на меня вообще тут джин успеют эти успеют мой конь не успеет уйти я могу прикрыть коня на самом деле но ангелов то тоже унесут так как мне поставить последнюю стенку на последнюю ману чтобы они же не глупы они же будут стенку оббегать тут то у них не было возможности и обижать понимаете они бежали и все собирали он ворваться может как угодно я могу преградить ему ангелом вот так вот путь чтобы влетали в коня в ангел они в коня но все равно у него есть способы подойти разные способы подойти если здесь стоит ангел обойдет справа обойдет слева тут нет возможностям тут наверное надо ловить на коня не он он тут максимум 2 он коня убивает коня мне тут убивает вот так он ловит только 2 из 3 так он вообще проходит то есть единственная стенка это вот такая может мне реально как-то подставить ангела поставить чтобы может ангела слева поставить но он пройдет через две стенки справа еще вероятность на самом деле что он не побежит коня победит побежит в ангела и побежит скажем направо сюда же но мне кажется он будет выбирать убийство в стеке чем а вы же секунду здоровый даже если две штуки пройдут меня это устраивает он он не пробьет меня представим так летим тогда да да вот и все ох 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 о перчатки всадник сейф нас встречает кавалеристы чемпионы великолепная победа да это было эпично конечно на последнюю ману но без потерь вообще все таки мы заходим кавалеристы хотят приз присоединиться конечно 5 6 кавалеристов и 4 чемпион а и мы тут все грейдим в конюшне о 10 коней у нас грейджиных будет сразу в стоунхелме что в стоунхелме всем хижина провидца 100 крестьян меняет на грейджиных арбов хижина провидца магрейн если зайдет получит это что нас мудрость нет это что это как называется господин интеллект это да заходим конюшни сразу мэджи гилд есть на книгу магрейну с щитом хостой он сейчас начнутся новые битвы ребята и надо понять кто куда должен идти потому что мне же наверх еще надо идти там крестьян собирать вот это вот пробивать нет это пегас пробивать я смогу восстановить ману блин вот и вот как мне понять кто куда должен бежать вот 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 меня это интересует успели яма грейн например взять крестьян с этой нычки скорее сюда вот надо как раз седьмой день и он там сможет взять всех крестьян но ему при этом придется возвращаться но может быть не это самое что у нас есть у нас тут все есть у нас тут кони кони самое выгодное приобретение тут потому что они бесплатно грейдятся в конюшню и сразу становятся чемпионами а все остальное у тебя не грей жены на ма грейну еще книгу надо взять короче надо понять кто у нас пойдет сюда учитывая ту армию которая есть теперь и кура появляется у ма грейна магических элементарий проще ма грейна будет убивать из-за того что у него статов больше наверное за статов язык хрен его знает а что тут у нас точность слабость лак устранение преград устранение преград наверняка пригодится диспал камня кожи щит хастан но мы как бы эксперты в земле воде ну очевидно надо сплетится вопрос только как прям очевидным эти на на отталкивает меня наталкивает меня этот замок на мысль что наверх должен бежать товарищ с джинами и каким-то образом справляться но это жесть надо надо час остановиться подумать выдохнуть понять какой список действий у тебя тебя до конца недели нужно взять 25 крестьян нужно купить книгу скорее всего взять in to купить рыцарей наконюшить обоих героев на первый день посмотреть соответственно что у тебя по и получается по по армии какой состав и как ты будешь делиться в зависимости от того сколько тебе нужно но здесь гарнизон интересный да вообще не понимаю рановато его брать попроще с драконами будет кура будет там один мощный стек такое впечатление что наверх должен идти человек с мощным стеком условно говоря с конями потому что блок здесь такой что будут потери а какая скорость из черных драконов кто помнит 13 наверно какая-нибудь да хотя через вейт через тактику вейт забегу в нужное место и там кажется такое место которое 15 мне явно дают просто стак коней просто явно даются так они жирных коней кони хорошо по тактику кони хорошо под кору кони в целом хорошо под магрейна но стрельба конечно есть и там и там блин здесь стенка огня и стенка огня хороша под этих под под ангелов потому что полет выбор позиции все дела и мало места занимают над все равно опять же у этого точность но не экспертная как делить и перчатки надо тоже ведь оставить здесь если мы еще берем морду по дороге элементарий а мы не можем морду элементарий взять при помощи стенки то есть скорее всего лимов надо брать через какую-нибудь хасту на на рыцарях на тактике и пробивать попытаться там выбивать 10 рыцарями элемов ну или часть элемов по крайней мере хрен его знает как это берется вообще но это точно стенка не берется исходя из этой логики наверх должен идти магрейн ну допустим наверх идет магрейн как бы с драконами должно получиться и салимами должны получиться с чем он идет у него будут заклинания щит отлично хаста бафа будет прилично просто со стеком рыцарей остальные мешаться будут ему как пегасов брать в любом случае магрейн нам надо зайти взять in tune магрейн нам надо на конюшица в первый день блин а как то крестьян будет брать такой крюк делать назад не хочется час шестой день просто может вайли реально успеет назад вернуться успеет оставить коней магрейн у передать ему коней зайти фонтан мудрости на скорость перемещения просто не хочу терять неделю я хочу до конца этой а у меня есть этот день и следующий только взять крестьян 25 они меняются на арбов они открывают нам монахов вторую нычку крестьян пойдет видимо магрейн забирать нам тут три джина присоединяется блин и джины портят ситуацию какого лешего башни грифонов на этот как как мне тут понять как делиться вообще если я джинни сосне совсем лишний конечно они о и сотка алмазных големов как бы ставит жирную точку в том кто должен сюда идти вообще никто не пробьет сейчас это новая точно не пройдет по одному ангелу каждому для первой скорости это хорошая тема но одного тактика ему обычно особо первая скорость не нужно хотя почему не нужно тебе нужно хоста чтобы тех же самых пегасов может действительно ангелов поделить а у пегасов же больше скорость чем ангелов подождите у них там типа три на тоже двенашка тренашка нет какая скорость у грейжных пегасов кто помнит 12 то есть будет только один пегас но они на земле еще кажется на своей да поэтому я ангел меня не обгоню короче давайте допустим допустим мы магрей нам бежим еще могу в начале следующей недели коней здесь взять денег не хватает а кстати чудиков мы не пробьем прямо сейчас 10 10 10 у них 150 1500 это вообще не выглядит как какая-то какая-то сложная тема сложная короче магрейн идет берет себе into берет себе книгу учит заклинания конюшится на первый день а ну как бы за конюшится на конюшни скорее и ориентировочно составом один ангел и 10 рыцарей ну или там 13 рыцарей потому что мы можем купить трех рыцарей еще здесь плюс мне замок принесет он идет наверх вайль сейчас просто передает часть армии ему получать дополнительную скорость перемещения идет на седьмой день собирает 25 крестьян в первый день получает следующих крестьян и возвращается конюшится сюда делать разведку видимо может быть пытается убить чудиков но у него маны нет если он останется сейчас пополнить ману то он не успеет скорее всего на следующий день добежать до крестьян то есть нам нужно все-таки туда добраться плюс они должны разумно поменяться вещами итак магрейну коней и один ангел нам тут все джинны оставляем перчатки оставляем знание магрейну защиту потому что он будет брутфорсить людей а тут критичные знания силы а перчатки мы находим наверху и тебе же оставляем дух уныния так как здесь мораль гарантированно выше чем чем у тебя ну в среднем типа хрен его знает после этого заходим так получаем скорость перемещения и бежим на крестьян блин окей ладно что-то строить может быть стаделька для прироста кстати нам не зря дают как бы пять камня и плюс у нас отстроена мы не сможем реализовать прирост но может быть это хорошая инвестиция на будущее то есть одно дело сейчас купить двух трех коней другое дело увеличить совокупное количество людей и нам еще говорят что вам армию нужно собирать то есть мы отталкиваемся от того что за счет вот этих вот сундучков там каких-то собранных ресурсов мы получим деньги но ситуативно сейчас нам нельзя терять время и надо отстраивать стадель 50 процентный прирост окей спуск в подземелье вопрос по чудикам чудики не грей жены в стаке 10 человек 1500 соответственно хп у нас 9 спал пауэр те же самые 280 стена огня с большим трудом от ландшафт опять же зависит там у них же мобильность еще не такая высокая мы в принципе можем и посмотреть что что на следующий ход что за чудики ну потом вернуться все равно надо с мосман и возможно там колодец возможно день провести в этом колодец кажется быстрее получится то есть взять крестьян взять колодец и идти вниз уже этим товарищем магрей нам зайти купить книгу и те как раз 500 на книгу остается прям прям четенько то есть к этому моменту ринс прям все по по ходам по ходам рассчитал если б я взял ну хотя ладно завтра же мне придет еще косарик тут не настолько все близко она поехали седьмой день берем крестьян ходы еще остаются поэтому я возьму восстановлю ману видимо а мне все равно возвращаться ты берешь себе за все время отсутствия магрейдена в его кабинете а это это наш наш этот кабинете накопилась порядочная пачка писем похоже что ринальд вполне добросовестно исполнял свои обязанности и одно из посланий сразу привлекло внимание молодого лорда богато украшенный свиток скрепленный печатью банка под горой по спине магрей нам пробежал холодок с мрачным предчувствием магрейн развернул свиток он ведь не имел с банком никаких дел достопочтимый лорд стон хелм в результате последних проверок банком был установлено что за вами числится задолженность по кредиту на сумму 20 миллионов 101 487 золотых монет ожидайте представителей банка вашем замке в случае невыполнения банк будет вынужден прибегнуть к решительным мерам то рублей от некто красиво михаил еще раз мое почтение хорошо это ссылка для ребятишек в чате которые не верят что алик на один день убивает и тазара и фордрагона но после этого карта непроходимо становится ясно давайте посмотрим как как это он сделка так но это он расставляет по-другому на самом деле товарищей и сразу через иллюзии играет и воськов бьет иллюзии выскакивает а видимо воськи не лоськи заходят верно заходят а и воськи встают и чего у нас же лечение нет а он доводит видимо воськов до единички опять же потом бьет верхнего а он под блайндом стоит таки ну допустим да окей убивая дальше вив убивает воськов у него остается 59 маны то есть он уже проходит не так как ринс этом если он остается 59 маны а здесь как здесь забывчивость лучников монков и просто грифонов убивать то есть смысл в том что он первый бой прошел не так как в принципе задумывалось а почему так получилось чему виверны не успели залететь ну да 2 2 тобой понятно когда в когда мана есть там лучники главным образом окей окей можно подробнее смысл в том чтобы войску подпустить забланить их чтобы они блочили виверн рыцарь сковал ужас ко всем его проблемам добавилась новая но и он сомневался что ему хватит интеллекта ее решить надеюсь интеллект не был ошибкой основной интеллект увидел максимум баллов с героя на 25 процентов на старте что штамма грейнджи может наверное закупиться вопрос что закупать у нас есть 2 500 мы можем скупить мелочевку для того чтобы опять же прирост был здесь и у меня подозрительно остаются ходы под это делом 1200 900 400 на конце и возврат вообще не факт что мне они нужны а я не мог успеть замок построить нет никак вам давайте посланник форн драгона прибыл стон хелма грейн ожидал этого однако не так скоро и лорд форд драгон готов простить вас лорд стон хелм явитесь с миром сорн винд на совет лордов он сохранит ваш титул владения откажетесь и на вас обрушится вся мощь армии империи магрейн смирил посла предназрительным взглядом и кто кого должен прощать подумал он мне нужно время чтобы обдумать это великодушное предложение даем время до рассвета так обелиск белого мрамора сиял в свете луны перед воротами стон хелма это видимо ага магрейн не отрывая смотрел на монумент в память легендарного воителя из которого не существовало бы империи а быть может и всего мира тысячу лет назад великий воин не устрашился самой черной тьмы бросил ей вызов и пусть черная тень настигла его в битве на огненном поле до самого конца совершенно бился за то во что он верил он не устрашился некромантов демонов элементарий драконов а я в самом деле боюсь хромого старика подумал магрейн не бывать этому единый дай мне сил а по на рассвете посланник форд драгона покинул стон хелм с ответом магрейна жеребий брошен у рыцаря осталось два месяца чтобы отбить сорт винт иначе его ждало неминуемое поражение то есть с этого момента у нас два месяца 1 3 1 2 месяца до конца берем крестов их 50 мы уже крестов можем обменять на арбалетчиков давить не от 100 нужно чем агрейна делать конюшить покупать книгу 10 коней доступны представляете оставлять это все второму герою купить не купить себе коня ну про грейдить их придется здесь и у нас типа 10 чемпионов есть ну я понимаю что здесь я вообще без не оптимально действую пытаюсь понять как лучшим стоит ли нам пытаться чудиков прямо сейчас убивать то это даст к тюрьме мы все равно не пройдем плюс нас крестьяне в в этой посылать двоих наверх не вижу смысла не слишком много времени в преодолевая один тот же путь потеряют ну что я взял ангела для первой скорости 100 коней потому что есть тактикой потому что магрейн вроде как вроде как щит каменная кожа хоста поэтому чем заниматься там сотни мантикоров по двадцатки летающие и пока вообще не знаю как что делать но можно попытаться взять чудиков сейчас ману у тебя есть их слишком много ты проиграешь но почему бы не попробовать они медленные там два хороших прожига и все но они будут мешать друг дружке к сожалению первый сверху пойдут и прям пойдут и там будет блок wait wait тут не критично абсолютно monkey вообще не вижу как это раз можно про пробить да не там ангелов разнесут с одного ударом похоже им похоже сюда рановато не такой армии по крайней мере были ну вот и меня немножко демотивирует то что я не могу принять взвешенного решения относительно предстоящего блин путешествие потому что так 13 два месяца до конца ну потому что за крестьянами вроде правильно сходил ману восстановить все равно не так далеко но можно было наверное это сделать рассчитав количество ходов до все равно не хватало может хватало бонусы все равно не было она восстанавливаем ману окей собираем крестьян окей идем сюда ма грейн совершенный сначала конечно чтоб не делать крюк сюда объединяем оставляем берем книгу ману восполним в колодце по пути восполняем ману ну и теперь надо понять с одной стороны я хотел бы как можно раньше выявить перчатки садника и подозреваю что эти серебряные пегасы просто тоже не просто так здесь стоят по пути по пути по пути учим лечениям конюшем второго героя почему фар драгон просто не объявит себя императором удивился вайль ма грейн устало закатил глаза я уж не знаю с какой страны ты родом но у нас в империи есть такая шутка штука как законы мы не драконы чтобы решать подобные вопросы в ритуальных поединках если император умирает не оставив наследника совет лордов избирает нового правителя из своего числа а верховный иерарх единой церкви коронует его и благословляет он не обязан этого делать но сомневаюсь что его святейшество миколас станет это делать так что теперь совет соберется уже в третий раз со времен трагедии скалы гарпий но ведь лорда узнают что фар драгон убил императора наверняка уже знают но кто из этих трусов и ничтожесть осмелится бросить ему вызов в течение одного дня и у нас хилка теперь массовая 55 единиц здоровья кстати знаете можно конями просто сплетануть коней под серебряных пегасов если они первый ход вытанковывают всех куришь или перчатки взять с правой стороны мне тут только две вещи пока мы не пробили драконов еще вопрос как как будем пробивать две вещи меня беспокоят 1 это орда магических элементарий как мы будем пробивать можем ли мы вообще их пробить второй момент 5 5 900 я мог еще рыцари даба добрать я мог сюда на рыцаре зайти такое впечатление что действительно один товарищ должен заниматься микро менеджментом потому что очень много нычек вокруг и и нужно готовиться к осаде то есть он должен забирать нычку коней попутно должен был скорее всего нанимать рыцари чтобы спокойно отсюда уходите и исследовать дальше там брать в руле с опилку и так далее а второй герой должен видимо вычищать вверх добывать ресурсы получать артефакты качаться захватывает опять же нычки понимаете это значит что скорее всего опять же скорее всего мне нужно сначала было зайти вот сюда в конюшню а я уже потратил время два месяца до конца еще разок пожалуйста михаил ты конюшишь первый день ты объединяешь скидываешь берешь книгу хорошо это подождет этот тебе не нужно тут ты идешь вниз ты восстанавливаешь ману забираешь крестьян идешь на лесопилку пригодится ли магрейну какой-нибудь огненный шар огня у него нет тратить время ой я дэв не брал это важнее хил так 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 собирать ли мечников здесь давай сохранимся 1331 то есть допустим магрейн с этой армией я очень сомневаюсь в этом месте честно сможет пробить пси магический холемов очень сомневаюсь это же статов их не помню но это предпоследний тир получается без ответ на сплэш иммун к заклинаниям довольно высокая скорость перемещения 80 90 хп у них должно быть на вскидку но надо взять если мы хотим темпа мы должны как можно раньше взять перчатки всадника вот в чем смысл понимаете но даже к ним можно подойти с двух разных сторон можем подойти с фонтанчиком точнее с флага единства плюс мораль можем подойти справа давайте глянем на них вот и это сигнал что я правильно поделился что мне нужны типа кони ну скорее все правильно и ангел тут место смотрите какое место я должен был это проверить до того как я должен был на них напасть я на них разок напал но не запомнил эту штуку то есть тут помещается и конь и этот и возможно под щитом и лечением они типа могут выстоять но это не точно а я не могу зайти внутрь нем не не могу конечно ну ладно мы успеем за этим ну и тогда нам придется держаться против нас атакуют мы под щитом кура и так далее главное чтобы они не заняли место внутри до меня смотри на статы 80 хитов 15 20 9 8 8 9 все должен закрываться щит экспертный на 3 закрываемся так да нет что ты делаешь сразу сразу нет я боялся что он внутри зайдет а как мне я не могу внутрь попасть я не могу конями попасть внутрь блин кони мои кони нет не я никак не попадаю внутрь ребят соответственно как как можно использовать эту то есть если я не мог убить этих элементарий до того как взял замок то что мне поможет его их взять сейчас ну стакарбов и поединички ангелов может до да хорошо допустим 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 с этими то мы справимся что с драконами например как там сражаться я же не смогу менять армию есть тоже дырка есть на неужели магрейн просто с ангелами должен все это разруливать теперь когда у него есть щиты появляются курам похоже дам ландшафт ландшафт окей хорошо молодец допустим 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 какие еще у тебя будут джины которые присоединятся эту хрень ты скорее всего и не возьмешь циклопов мы там с плитом ангелов я думаю с выбьем ну или там грифона возьмем завяжем то есть башни грифонов мы берем получается что магрейн с двумя ангелами с двумя ли двумя ли двумя ли а ты проверьте я вообще они пробивают под счетом одного ангела вдруг пробивают смотри ты ставишь щит идешь сюда не пробиваю даже даже близко а ну да ты мне отвечаешь же да мы же мне хрена не отвечаем еще о капец капец не возникает вопрос как с какой герой с каким составом должен бежать на север чтобы ну драконов мы убиваем сто процентов двумя ангелами а вот этих мы подожди а если залетом внутрь если нам использовать эту штуку не для того чтобы там стоять а для того чтобы их кайтить понимаете да то есть мы условно говоря подходим сюда ждем когда они подойдут под блочат неважно к ней у нас нет допустим к ней у нас нет охренеть у них мобильность конечно 10 просто 10 по одному убивать а два удара у тебя нет ангелом больше двух ангелов быть не может мне кажется это возможно потому что иначе иначе нелогично получается нелогично то что ты можешь двумя ангелами убить красных драконов или со счетом 30 процентов это со счетом 30 процентов они по 120 снимает кайф рассчитывать на то что мы возьмем там на обратном пути там через джинов разбавим это все рандом это все фигня и старту магических элементарий как-то можно выиграть двумя ангелами с учетом с книги заклинаний если полный прокат каст допустим и какая разница у тебя нет возможности даже стаковать чем раньше я их убью понимаете тем лучше тем раньше у меня появится бонус на скорость перемещения подожди а если все таки монахов слишком мало блин как же мне взять там как же мне взять я почти уверен что можно их на этой стадии уже пробивать с учетом рельефа и появившейся книги именно магрей нам ангел ангел стрелки нам дома дамага не хватит на 12 фанатик давай посмотрим что за пегасами кстати давно хотел проверить этом что-то мы справляемся эти как раз хил щит щит хил ай из-за морально она просто пробьем уже пофиг то есть этих мы пробиваем мой ладно забей уже просто посмотри что там будет дальше этих мы потратим ману на пробиваем без без потери окей допустим просто получаем неподвижный глаз дракона и серу серьезно в смысле и ртуть часто потом прочитаем 1 ртуть 1 ртуть похоже на запрос правиться вообще одна единица ртуть им разведку бы сделать блин вот хочется понять чуть чуть дальше там давай сделаем разведку а тут объявляется а тут уже хрен с горы прискакал 80 грейджиных эльфов экспертная стрельба сопротивление нападение на похоже ангелы и кони это то что с этим может помочь справиться хотя забывчивость у меня нет как мельфов убивать не факт что мне нужно их убивать на самом деле то есть я за эти там три четыре дня могу весь верх за зачистить возможно к этому моменту мы берем как раз грифонов и у нас будет единички по грифонам для того чтобы избавиться от но заблочить лучников чем-то придумать а что у него по заклинаниям не эксперт вообще нисколько но блес есть так-то много у него народу плюс мораль сюда бы дух уныния то есть ты должен еще с духом уныния на приходить сюда с проверю что дендроиды сжигабельные кавалеристы сжигабельные похоже давай должен оставаться здесь но с какой армией магрейн должен идти яхозе орда магических элементарий два ангела еле 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 сдерживают и плюс я остаюсь без маны такое впечатление что я просто должен идти на красных на этом пути потому что тут нет восстановления маны по пути отдельная песня алмазные големы но тут без лучников не справиться мне думай и думай пегасы пока непонятно как реализовывать можно и на обратном пути забрать перчатки хочется взять но непонятно как их взять как их взять так чтобы не залить сума ну это товарищ здесь внизу нужен потому что очевидно нычки очевидно он может собирать золото захватывать шахты мантикор правда не пробьет дам мантикор не пробьет ему тут на самом деле не так уж и много дел мы вообще соединиться успеем слушать а мы сумеем соединиться хотя мы сильнее страж границы у нас есть мы что мы можем архмага взять вот этих вот они явно по квесту охраняют блэс 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 у меня нет плюс они могут присоединиться уменьшить стоимость стоимость заклинаний слушайте тут слишком много вопросов если честно слишком много для меня неопределенностям чтобы спланировать мне кажется элемов если я хочу пройти успеть пройти собрать ресурсы наверх собрать крестьян на этой неделе я должен прямиком идти убивать драконьер со если это так то то я успею собрать и вторым героем отсюда выйти захватив попутно нычки там сжечь орду дендроидов жечь кавалеристов выйти наверх и тут мы уже сможем поменяться армии как-то друг друга дополнить для того чтобы ну и выйти потом как-то орду магических элементарий убить в рамках одного хода плюс тут как бы конюшня есть под конец следующей неделе то есть вероятнее всего из-за того что здесь стоит сотня мантикор и стенки против них неэффективны и то что стоит конюшня наверх наверх мы должны двигаться по разным путям двумя героями магрейном пробивать драконов собирать ресурсы там отстраивать замок закупать кого-то хрен его знает а это и захватить нычку захватить ресурсы захватить шахту пробить коней взять грифонов взять архмагов и где-то вот тут мы на обратном пути и встретимся с этой ариль которую на забывчивости же у меня нет она же была в другом месте а что мы с ней делать то будем у которой надо каким-то образом выщелкнуть для начала лучников заблочить а потом выщелкнуть а потом будет самое сложное это это пегасы но возможно из-за масс хосты какой-нибудь да и за тактики мы расставимся так что пегасы не смогут нас пробить с первого хода а мы там через вейд через блок вылетим заблочим лучников потом вы выщелк ним как короче здесь с этим можно справиться с этим можно справиться без потерь магрейном с тактикой из какой-то армии но блин я забиваю на орду магических элементарий и мне кажется что учитывая уровень игры моей мой невысокий понимаете я не могу не знать как их убивать ждет спелл точность лучники чуть ли не на 30 процентов вроде стреляют или там 6 атаки добавляют я не помню сейчас проверим спелл точность атака повышается на 3 а нет повреждения на расстоянии это не атака это урон точность для арбов мега крутая штука она хорошо давайте чуть раньше 1331 получается и мы идем сюда дожди зачем тебе тогда эти кони ты же с двумя ангелами должен убивать ну да то есть еще раньше брать ладно два ангела так два ангелом два месяца до конца мы обменяться сможем по пути заходим конюшем оставляем ангела для того чтобы скорость перемещения была выше покупаем себе книгу обелиск пока не приоритетен ты восстанавливаешь ману берешь крестьян спускаешься вниз идешь наверх следующий ход крис хунтач привет добрый вечер а мы можем обмениваться к заклинаниями что время сэкономить сдаем второго ангела этом по духу уныния было духу ныне оставляй перчатки всадника тогда ему я вот эти перчатки всадника как будто они намекают что ты можешь взять вторые перчатки всадника другим героев а хрин собака конечно сутуло и возможно даже передать знания потому что уже критичнее мана магрей ну сейчас чем этому упырю мы как раз пополнять будем тем более у нас маны меньше не стало ведь 110 сто правильная вещь магрей ндф берет ману восстанавливает хил изучен идет сюда идет наверх ты захватывая шахту ты берешь кони на следующий ход строить нечего ну можно еще раз двумя ангелами тыкнуться в орда магических ну да это же элементарий разума они как бы намекают подумай подумай не ну я могу еще разок прийти туда посмотреть но меж таких люлей отвешит я же я же ну я же видел а потом я не смогу что мне делать тут впечатление что должна быть должен стоять ангел здесь ангел здесь и здесь нормальный стак прям нормальный такой стак условно там 40 арбалетчиков каких-нибудь и все тогда мы курим каждый ход получается и расстреливаем этих ну одни ангел на что не сделают если было место где он там стоит один и танкует и там но как сейчас драконами я покажу ты конечно же не сохранился дан давай авто сейф лучше вот сейчас пойдем давайте на драконов тогда листками рядышком проиграли драконом тоже но драконов есть вот такое место добрый день называется вешаем на себя щит деф зря моралька кстати сработало возможно ему надо было дух уныния ставить щит деф все и курим бьем бьем курим а мне хватит ману вообще на вроде хватает такое впечатление что здесь и камни кожи было правильным кастом на старте дракон долетают до всюду вода и он ходит первым жаль щит деф давай камни кожи деф и вот теперь уже начинаем хилять ну более эффективный хп по и получаются вот это больше похоже на тот бой который как ты можешь держать понимаете благодаря появившейся книжке благодаря появившейся появившимся заклинаниям такое впечатление что реально деф тут нужно делать всегда нет не всегда когда не может убить единичку тогда д плюс мораль какой не может не может а слушать можно же хотя какая разница пятнадцать хитов двадцать один двадцать четыре один а у меня спадает щит просто через пять ходов так а это сражение оказывается не такое тут все немножечко посложнее получается да убьет убьет мне если я сейчас бы про атаковал ой-ой-ой-ой-ой как бы она дощит обновляется уже сейчас а я не могу меня уже пробьют нет не пробьют тут деф надо делать как на тоненько вам на следующий ход уже щит обновляется не успеваем на минус 1 как вам такое ну я уверен уже что что так это так и должно быть что я должен брать магрейна должен брать ему книгу должен брать ему двух ангелов и должен благодаря первым кастом выигрывать этот бой 272 То есть мораль, класс. Майкер, ты знаешь, что делает каменная кожа? Добавляет к защите шестерку на Эксперте, кажется. Да, шестерку на Эксперте. А, это типа подсказочка такая. Так шестерка защиты здесь менее эффективная, чем 30% от Экспертного счета. Какой смысл отступать? Мне как-то надо пережить двойки. Хрен его знает, как переживать. Типа тут вообще на тоненького. Сейчас его убивать нельзя. Надо отлететь, видимо, и чтобы он убился об меня. Потому что если я сейчас... Подожди, я же выживаю уже, все. Я же уже выживаю. Все. Обновляем щит. А-а-а, нет! Сомбака. Подкатить мы можем как-то их? 11-13. Теории, конечно, можешь. А сейчас эти полетят. Здесь мне нужно улетать сюда, этого на ответке убивать. И остаются драконы, которые мне уже ангелы убивают. Мана закончилась. И да при том, что я себе еще этот... А, подожди! Подожди! А у нас доспех... У нас же доспех на спалл пауэр. У меня бы раундов было больше. Если бы я передал... Нет! Нет! Не, погоди, погоди. Там как минимум за счет моральки можно выиграть. Вы понимаете, если бы я передал не просто этот плюс один знаний, а еще передал бы этот грудак, у меня был бы спалл пауэр плюс один у Магрейна. И это плюс ход на время действия щита. То есть все было бы попроще. Ладно, но я думаю, что... Думаю, что... Сочетание какой-нибудь морали... Дикого кайта... А, это и у него была моралька, да? Очень жалко. О! Почти что. Опа! Ну, две моральки. Зарешают, кажись. Нельзя. А, я вообще не могу, да? Что меня пробьет? Надо улететь. Уэйт, он убьется. И я занимаю... Сорок не пробьет? Да не, не пробьет. И ты со щитом и куришь сейчас. Сколько маны у тебя? Ну, вроде справились. Сейчас уэйт, еще одна единичка прилетит ко мне. Щит последний ход. Ну, это такое. Тут, наверное, лечение даже лучше. Не выживает, ангел. Не выживает. 100 хитов. Не, выиграть можно, естественно. Можно выиграть, можно переиграть и передать доспех. Как бы в самом начале были сложности, получается. С моралюшкой. Чего это надо делать? И теперь добивать его. И мой ход будет, да? Дев. Дев. Щит последний. Пробивать или не пробивать? А так и так двойка пролетит. Как бы, как ни крути, надо пробивать. А это победный, да? Ужим. Победный. Последний хил. Убиваем. Убиваем. Ой, господи. Ну, я пустой по мане. Но мне особо сейчас мана не нужна. То есть я собираю ресурсы, беру джинов, беру крестьян. И к... Ну, возвращаюсь вниз. То есть, ресы, ресы, ресы. Один, три, три у нас. Один, три, три, два. Камень вроде бы нужен. Тут чисто деньги. Грифонов я бы взял сразу. Это похоже на единички. А сколько нам камней и на что нужно? Такой вопрос. Башня лучников выглядит неплохо, потому что нам стеки дают. И против элементарий нужно взять. Но камня с запасом. То есть камень реально не приоритетная штука. Дерево мы будем собирать, захватив вторую лесопилку. Давай башню лучников. Наверное. Или типа на замок копить. Как ты на замок накопишь, если у тебя... Ну, у тебя выбор, на самом деле. Ты на этой неделе, учитывая захваченную одну шахту и вторую шахту, сможешь... Ну, сколько получается? 4, 5, 6, 7. 8 дерева с этой. И скорее всего парочка с того. То есть у нас 12 дерева. 17 дерева. Этого хватит и на замок, и на башню лучников. Даже если я это сделаю чуть попозже. Окей. Так, ты берешь коней, чтобы не потерялись. Вообще, сейчас денег будет много. Я бы собирал вот приплод. Зашел бы проконюшел, оставил бы крестов. Да? И далее вопросики. Вопросики заключаются в том, с кем мне сейчас идти этим вторым героем наверх. У меня есть ману, у меня есть прожиг, соответственно. А какая разница? У тебя кони. Ты коней можешь грейдить. Тебе все равно кони надо брать с собой. Из-за того, что ты вот эту нычку должен выбивать. По идее. Кони, мои кони. Этих надо доставить. Похоже, что я вообще всех должен брать. Ну, кроме крестьян, имеется в виду. Может даже и кавалерию взять. Эти кавалерию тебе здесь нужно закупить. Себе нужно три косаря. Полис говорит, все неправильно делаешь. А расскажи, как надо, пожалуйста. Спасибо большое. Соберем. Придется зайти в нычку, потом в конюшню вернуться, чтобы прогрейдить чемпионов. 65 джинов, а мечники-то тебе зачем? Нычку копейщика поставил. Может реально надо было за ними сходить? Ну, это самая мелочевка, плюс за ними крюк надо делать. Ну, не крюк, а этот. Я печатался, все правильно делаешь в БГГ. Широко-на-широко надо играть. Если я оставлю... Они же еще на прирост влияют, насколько я помню, да? Внешнее жилище, пожалуйста. Так, ладно, давай попробуем чуть-чуть пораньше. Что там 1332 получается? Да, 1332. То есть берешь кавалеристов, собираешь... А потому что я не вернусь сюда в ближайшее время. Собираем под крепку. Берем камень Магрейном. Только золотом строим башни лучников. Захватываем нычку грифонов. Окей. Поговаривали и другой... Я не прочитаю в однажды. Что там еще один прилетел? Ё-паресетэ. Тут же еще роша плавает. Ё-моё. Так. Ни маны, ни армии, ни возможности собрать верх. Может, вообще нужно разбиваться на джиннах по замыслу? Они, скорее всего, присоединятся. Давайте почитаем, что нам напишут. Ну вот, этот внезапно приезжает. Магрейн приказал слугам перекрыть все архивы Стоунхелм, перерыть. Но те не нашли ни одного документа банка под горой. И все же гномы были твердо уверены, что рыцарь должен им целую гору золота. Золота, которое у него не было. А как любил говорить Форддрагон, банк всегда получает свое. Поговаривали и другое, будто бы Хартштейн, бессмертный магистр банка под горой, пером и пергаментом добывал в 10 раз больше золота, чем все его родичи Киркой и Мотыгой. О нет, он не просто давал деньги под процент, он сводил с клиентами наемников, убийц, странствующих волшебников, а те при необходимости могли обернуться против нанимателей. Он заключал договоры с мелкими дворянами, те, не читая их, подписывали. Затем банк забирал их земли, фамильные реликвии. Разразись война, банк кредитовал обе стороны. И кто бы не вышел победителем, забирал свои доли добычи. В империи Хартштейна посвятили в рыцаря, хотя ни мечом, ни копьем тот тролес не владел, однако таково было его желание, и так было прописано в договоре, а договоры магистр чтил свято. Короче, видимо из-за того, что я пробил этих драконерсов, Роша решил дропнуться на меня. Ну у него есть моя машина, то есть мне нужно этот мешок золота в любом случае с него брать для того, чтобы... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, щит камни кожи, мазблэс, мазхилл. Как мне это без потерь вообще пробивать, даже если я соединю армии? Ну, во-первых, я должен, типа, бросать вот эти вот ресурсы. Всё, что нажито непосильным трудом, так сказать. Давайте попробуем дойти до джинов, вдруг джины скажут. Спасибо, молодец, что дошёл. Теперь ты можешь там телепортироваться в замок. Песочные часы, недоброго часа. Принять, конечно. Три джина. Плюс уровень. Не факт, что это правильно вообще. И 25 крестьян. Всё. Ну и как бы у меня сейчас приходят и зажимают. Было ли убийство драконов таким правильным ходом, таким правильным шагом? Чем заниматься Магрейну, если не чистить верх и не собирать ресурсы? О, пещера кристаллов. Я её не видел. Красиво издал она. А, там камень был на высадке. И он не мог дропнуться, точно. А я в прошлый раз не взял этот камень. Да. Точно. Вот это точно. Вот это правда. Вот это прям... Прям подсказка-подсказка. Туповая. Прям шикарная. Вот он камень, который и мне мешал, и ему мешал на высадке. Но камень мне нужен в любом случае для того, чтобы построить лучников. Но при этом... Вообще круто. Всё, понятно. То есть эти камни мы не собираем. Собираем, собираем, собираем конюшен. Го. За такую подсказку прям на 30 дней. Ага. Или всё-таки бан тебе, Энза. Собираем ресурсы. А часы, они что? Отнимают у вас и у вашего противника Сибонуса удачу. Древо знаний. Эксперт интеллект. Шахты и крестьяне. Так. В результате, что у нас понизу идёт? Тут копим на замок. Камня нет. То есть ты не сможешь сделать замок, не взяв этот камень. А каменных шахт у тебя нет. Есть кусочек камня тут. А там 10 трудей, кстати. Сможешь сделать замок. Тогда чётенько, молодец. Что мы тут предпринимаем? Мы оставляем, скорее всего, крестьян. Хотя, погоди-ка. Там соточка нужна была. Но соточка нужна прям здесь. А здесь полтинник. И здесь какой-то... А, тут ящик Пандора на Экспу. И Монки. Мне бы к этим крестьянам как-то вернуться. Но, похоже, сейчас надо организовывать подвоз армии. С попутным заниманием нычек главному герою сюда. То есть Магрейн будет возвращаться. Возможно, мага взять. Ну, то есть Магрейн может вот этих циклопов, например, убить. Да, может же. 9988. Да, поделим по два. Там как-нибудь что-нибудь придумаем. Грифонов сплетанем. Главное, чтобы просто крестьян не убили ни одного. Иначе мне их сдавать непонятно как. Берем дома... Берем ли дома под крепом? А какая нам нужна? Кто там был? Типа 20 плюс единорогов. 80 грандов. И два стака пегасов. Одни грейжные, другие не грейжные. Вообще не знаю, как пока это убивать. Сейчас две минуты паузы. Сбегаю в одно место. Ох. Сбегаю в було. Совсемrabилом. Сбегаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok То есть вот я на такие пытаюсь ориентироваться штуки Так, вы нам не нужны Арбы нам не нужны, это не нужно, да? Можно взять коней И довольно много можно взять коней Бесплатно их прогрейдить по дороге Учти, что... А сколько ты коней можешь взять? Сколько мы брали коней? Два или три в нычке? Я не помню Наверное, два все-таки, раз это предпоследний тир То есть мне нужно две тысячи Оставить имеется в виду Да Дред удалил, говорит Интересно, будет потом Понятно, да Да, давай по ципалерии Что там в конце будет Очень интересно Спасибо, до свидания Блин, ака Что с арбами делать? Выходить, заносить их? Много времени теряем Хотя арбы Это один из основных стаков Учитывая точность И вот такие вот блоки Уберем А Я купил лишку Я купил лишку Пять коняшек А, я купил лишку Потому что на арбов потратил Так-то у меня все было ок Да, вот так нормально Копейщиков не оставил Они мне интересно Сильно снижаются перемещения? Копейщики Сколько там покупал коней? Пять коней покупал Арбов берем Берем Выигрываем Покупаем двоих Грейдим И вот они уже 19 чемпионов Наконюшенный герой Идем дальше А, уже выскакивает Собака Каждую ночь Магрейн Измотанный своими трудами Засыпал Едва донося голову До подушки И спал без сновидений И каждое утро Корил себя за то Что днем Сделал недостаточно Недостаточно для того Чтобы остановить Фрадрагона И спасти страну В дни величия империи Могущественные маги Владели чарами Позволяющими Обмениваться мыслями Через сны Так они могли Проводить целые советы Когда на счету Была каждая минута Сейчас то искусство Не помешало бы Магрейну Это с часиком Советоваться Намекает Ринц Однако знание О нем было утеряно После трагедии Скалы Гарпи Вместе с многим другим Короче Я уже не знаю Как Магрейн Тут будет уходить Уже Со своими там Крестьянами Несчастными То есть Он как будто бы Уже и не убегает А может этот товарищ Не полетит на циклопов Или потеряется На циклопах Ну и проверим Он пойдет вообще Циклопов убивать Не идет Все Тогда нормально Тогда все нормально Хотя армейки У него вполне достаточно Чтобы Чтобы с циклопами Справиться Тогда я могу Собирать золото Выходить Куда-то наверх И пытаться Сражаться С Ордой Дендроидов Мне нужно Разделить Видимо джинов Для того Чтобы там было Больше Не знаю Как это работает Орда Дендроидов Орда Дендроидов Дендроидов Ордам 18.55 Около косарика Короче говоря Ну тут Как бы Стенка Ушатывает Вроде как Вопрос Лишь в эффективности Этой стенке Как ее Ставить Чтобы Чем Нужно Коней Под Это Самое Все Такое Стак Конечно Что Они Как будто Чтобы Шоты Должны Они Шатают Просто Нано С чарджем Они Шатают Под Бешенством По крайней Мере Ладно Давай Чем Еще Бешенством Бля Ладно Давай сюда Убегаем Тарам Пам Пам Плохо Ну то есть Да Тут Тут Без стенки Все Делается Просто 18 Дендроидов К сожалению Конят Это Пробьют Да Пробили Давай Погнали Там Преер Уэйт Ласт Мораль 100 рублей От смола Смола Привет Майка Так Куда пропала Традиция Стримить Эйтер По выходным АТР Сейчас Их нет Но Грядет Один турнир АТР Называется Мункап Есть Информация В разделе Турниры По поводу Этого Турнира О Поделились Интересным Мы В целом Сможем Как бы Этого Мочкануть Не потеряв Этого Сможем Расстрелять Ах ты Ах ты Ах ты Духуны Не нужен Напомните Мне Ему Взять Да Я думаю Что не зря Такое Количество Коней То есть Это выглядит Как будто Б Это выглядит Как будто Тот самый Стэк Который Тебе Нужен Подожди У меня Еще Заклинание Есть Лучше В идеале Ману Не тратить Конечно Щит Опять же Есть Каменная Кожа Жажда Крови Но Зачем Тебе Тратить Если Впереди Во-первых Потенциально Бой Который Из-за Маны Скорее Ты будешь Провадить Чем Магрейн Блин Тут К сожалению Двое Прошли Да Да Тоже Не совсем Понятно Как Экон активирует премиум 3 месяца. Спасибо. Спасибо, Акон. Выглядит, что 20 коней лучше, чем... Да, согласен. Мне тоже кажется, что лучше. То есть без траты маны, без стенки мы спокойно идем уже... Идем уже. Вопрос, тратить ли нам время на сбор камня. Камень вообще нужен много чего. Для паладинов нужен камень. Тут каждый камень на счету. И тебе, скорее всего, надо будет потом вот этот камень собирать. Тем более, надо будет... Ну, когда ты будешь готов сражаться с Рошей, надо будет собрать этот камень, соответственно. Но сперва, сперва разобраться с пришлым героем. Открыть палатку, посмотреть, что по архимагам. Взять там Блесс переучить. Взять нычку джинов. Подумать, можем ли мы алмазных големов пробить без арбалетов. То есть тут вопросики, вопросики. Вопросики серьезные. Ладно, давай камень, давай так. И давай коней. Кони мои, кони. Мы сражаемся против своих же. Рельеф непонятный, коней очень много. Такое впечатление, что надо ставить джинов так, чтобы они... А, у меня тактики нет. Что ты делаешь? Поставил джинов, называется. Ну, видимо, через Звейд мы убиваем чемпионов. Переходим. Тут блок хороший, под коней. Но товарища справа придет. И как здесь? Как здесь? Как здесь? А, вот так хорошо. Вот так очень хорошо, кстати. Потому что вот этот товарищ будет ходить одним из первых. Он как раз... Мы его как раз можем подблочить. Просто убивай так. Убей так. И дальше ты ставишь блок. И снизу не подходит товарищ, да? А эти не достают. Ну все, тогда. Раз. Уходим. 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 Забыл поставить опять этот... Извините. Дух ныне надо поставить, чтобы можно было хотя бы по морали предсказывать. Блин. Дух ныне ставим. Раз. Два. Три. Да уже хуже как-то. Меня пробьет здесь, скорее всего. Можно щит поставить. Он дешевенький. Все равно пробили. Единичка хп. Да, тут через щит. Странно, что чемпион пошел в этот раз не туда. О, бешенство хоста. О, бешенство хп. О, бешенство хп. Фу. Черт. плану кей давай сюда ты убиваешь раз ты убиваешь 2 а ярбов теряю из за того что лучники стреляли да то есть надо посмотреть как как раз и разбегаются кони сперва и только после этого уже ходить стрелять штейн и я успею пробежать вперед от нижних коней туда успеешь тебе не принципиально кого стрелять нижние то не добегают никак тогда все ок помоги коню сам убей его на этот ход убей этого на этот ход но почти добей его джином убери джинов от удара эти не добегают все но дальше мы делаем блок такой какой-нибудь не грей жены кони не должны пробить меня тратить или не тратить 94 что с кем все хватит да да без затрат по мане хорошо 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 пробили средний там стена огня на проходе пораздохнет не пробьет средний опять подсказки опять подсказки ну вот что с тобой делать а сколько можно зачем какая стена огня без траты маны проходится легко он все уже маг и волшебник там стенки ставит так если серьезным макрейн вроде как не должен далеко отходить от этого товарища это не подсказка ну тогда это не будет не бан сейчас будет все нормально тогда берем золото так да ладно варвар я пошутил средний же он хотя он не первый раз уже что делать что делать улучшенный казармы строить или сторожевой пост и подром не нужен монастырь не ты не сможешь портал славы тем более те же не просто кристалла 5 штук дали значит казарму надо делать 15 паладинов так этот не горел желанием пробивать циклопов и я думаю что мне это тоже не нужно этого делать сейчас мне как раз нужно дождаться его хода а а а ах ты сычок хитрый он полез на циклоп я я не знаю то есть может он меня не видел и поэтому поэтому не лез а сейчас взял и полез с каким образом мне магрей нам подходить так чтобы меня но на меня не лез деньги хочется взять могу взять деньги отступить что он не дойдет на этот раз до меня идет плюс он скрывает блок не дошел на ну во первых сейчас это дропаться будет сучок а может это и грамотная замануха с нашей стороны ну типа у нас есть ход для того чтобы справиться с этим героем и он никуда не денется то есть все фулл мана здравствуйте магрейн может как раз магов от от этой самой открывать общаться но да мне кажется что камень плохо не то что сейчас второй приедет ко мне а то что я я ему сдал камень понимаете я ему сдал три кучи камня а мне камень нужен на замок на все мне нужен камень то есть я чего то не дострою улучшенное если отдам ему этот камень соответственно задача сейчас найти место в идеале конечно собрать золото но при этом отступить так чтобы он до меня не добрался нет он все равно идет что могли нам просто курить здесь не выходить он убивает склопа на этот раз да как это работает может он в прошлый раз не видел нижнего героя не убегал от него на пять камень сожжал ладно допустим ты не будешь брать этот золотой сундук может быть в золотом сундуке дело мы магрейном можем в принципе не высовываться давай проверим и он убирает идет ну да вот и где логика где логика поведения единственное что отличает от подходящему снизу герой понимаете дать ему бой без маны с полу войском нереально просто свалить вниз попытаться давай так попробуем какие варианты еще и он все равно с клуба вскрывает еще собирает что-то за конюшней а тут еще восемь камня за конюшней но пока у меня ответ только такое что не надо пробиваться нижним героем то есть нужно подойти к этим коням и захолдить потому что это единственное что отличает нас от ну помните он он не пробивал циклопов он бегал вот здесь и все а как насчет того чтобы убить циклопов и добежать до своего успеть поставить короче героя таким образом чтобы не мог нас обойти и даже может быть армейку мы сможем взять погоди но он камень возьмет тогда не факт вот откуда знаешь как он будет совести грифонов сплетим тогда мне идут тут ходов вообще не хватает тут не ходов не хватает не армии на нормальное пробитие циклопов не хватает ну там нет это не вариант так ну давай у нас есть ход до этого допустим мы не пробиваем снизу он все равно скациклопа бьет как 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 можно прогнозировать если они ведут себя абсолютно по-разному я не знаю я не знаю что думаете как тут действует лучше все отталкивался от того что этого героя мы легко с подкрепой вторым героем вайлем убиваем этот герой за приходил с запада что-то там собирал по мелочи собирался возвращаться у нас все для того чтобы пробить и есть но в этот раз после там одного хода он решил почему то что пойду-ка я циклоп пробивать тискаем камень отступаем мы не успеем камень тиснуть ну и отступить имеет цена может быть и так реально давай попробуем а угловые прям по 10 по 15 прикиньте там до хрена камнем этот высаживается циклопом и успевает до меня добежать он еще гарнизон пробивает нет но я отдаю до хрена камня не роша и вообще не спугнул роша в роша пофиг смысле ему пофиг почему не можем левого розового одолеть можем но не не нашим главным героем такое впечатление что я потерял немножко больше времени чем чем нужно я могу попробовать как-то собрать только частично камень конечно 10 10 15 и отступить надеюсь что он до меня не достанет но значительную часть камня он собирает он собирает еще десятку и 20 камня он собирает правда мне камни 36 может это не критично да и камень его отвлек вот и теперь внимание вопрос магрейн может пойти теперь мне нужно как бы справиться с двумя магрейн скорее на восстановление маны берет нам крестьян отдает артефакты и оставляет эту подругу сможет ли подруга то есть наш друг извините вайл с такой странной армии капец конечно ну арбов надо передать крестьян нужно передать джиннов один стек со стенкой огня ладно что там по армии и уже в той день то есть по-хорошему нужно одного из героев подправлять домой чтобы брать нычку крестьян и этих и так далее справится ли вайл блин в чистом поле нет ну нет ну как то там статы там 30 уровень блин там два летающих мобильных стака щит блэс 13 похоже от этого вообще нам надо в замке отбиваться ну если отбиваться от него в замке я сейчас не могу например вайлем пробежать и о чем не здесь принципе интересный level ты взял крестьян ты вытащил грифонов ты вытащил камень все ресурсы собрал на подкрепу все нормально тогда мы просто возвращаемся магрейном как минимум ну разница здесь может быть вайлем может быть вопрос еще куда побегут побежит роша он может прямиком ломануться либо за героем либо в замок и в замке смотрите шестой день седьмой мы берем крестьян у нас плюс 40 арбов просто 40 арбов за 100 крестьян 50 крестьян здесь магрейн тащит 25 и берет по пути еще 25 в идеале конечно еще здесь взять 25 потому что тебе еще и тут 50 нужно я уверен что в идеале ты не должен эти крестов сдавать но возникает вопросики каким макаром но вот этого мы можем убить вот вот этого прочь почти без без вариантов и может быть даже без потерь до маневренный до стреляющие там прошла армия конская как убивать ну как как тебя там 25 коней у тебя там 60 грейджиных арбов точность замок как убивать легко пока не знаю точно как крестьян где в целом вообще нафига но я же только что показывал что ты их меняешь и управиться здесь на 40 грейджиных арбов а здесь открываешь получаешь экспу и доступ к монастырю короче похоже что магрейн должен возвращаться просто он свою миссию якобы выполнил собрав ресурсы собрав 25 крестьян этот может а кстати блэс нам поможет на защищаться возможно возможно ты успеешь ты успеешь магов пробить ну ты в смысле поговорить милорд магрейн похоже что волшебник давно ждал рыцаря то есть я должен был магрейном это открывать класс волшебник давно тебя ждал миссир архмак предлагает тебе две тысячи драгоценных камней и сапоги левитации за сапоги левитации любую информацию я знаю где они лежат магрейна пешил такого предложения впервые слышу об этих сапог как они лежали в самом начале волшебник посмотрел на вайли прищурился что с возможно однако учтите от предложения архмага я так просто не не отказывается вступить в бой эти самоцветы миссир архмак оставляет себе в знак своих добрых намерений он верит что когда-нибудь случайно когда как когда случай представится об этом не забудешь продолжил волшебник после того как растворился в воздухе то есть нам нужны спаги левитации они справа у замка у меня нехорошее предчувствие проворщал магрейн и посмотрел на вайли тот был бледен как полотно и что-то шептал про себя впрочем и рыцари было не по себе с титулом лорда лорда архимага связывали как величайшие триумфы империи так и величайшую трагедию трагедии скалы гарпи от которой государство не оправилась 8 кристалликов дают я беру блесс людоедов мы можем пробить но я боюсь что мне времени может не хватить 90 до тоже возможности для пряток до хрена ну типа сюда пару джинов можно поставить что-то еще ману можно тратить абсолютно спокойно а у нас этот колодец снизу на повороте можно взять ну все хорошо значит верхний пак у нас кони разуплотняя да даже без ценки вот побеждаем сейчас кто-то направо пойдет тут налево пойдет как бы шаг за шагом твой капец конечно давай щит а у тебя же не обязательно было это делать он тогда делай могут пробиться ну не уверен я что мне сюда нужно но вроде как я могу себе позволить зайти сюда ну добиваем раз добиваем два колдовская сила если этот товарищ не успеет меня перехватить мы за заказа захватим еще голубка удачи повысим статы и в принципе блесс изучили то есть магрейн пытается свалить да да собирая при этом крестьянерсов увеличивает заходит восстанавливает манку идет крестьянам дома мы что строим вообще замок надо строить завтра мы можем сделать замок ну грейжные лучники либо замок ой ой грейжных лучников 18 плюс закуп послезавтра плюс сорокет еще замка мы отдаем какой замок этот замок до него еще и пока не доберутся этот замок хрен с два не пройдут пробьют алмазных големов по сто ну там где-то восемьсот штук то есть все что ценное я мог здесь убить за исключением наверное вот этих вот магических элементарий которые наверное надо было брать я взял единственный вопрос успеет ли эта собака добежать до данного героя или нет ну ладно ты успеешь любом случае построить проверим убьют его или не убьют да и он собирает мои перчатки собирает статы и седьмой день я беру спал пауэр голубку удачи денежку и видимо возвращаюсь ну что влево непонятно что будет скорее нужно где-нибудь с вот тут вот остановиться тут на крестьянах остановимся и еще ипподром не нужен конечно же он ну все ну все и ну и рыцарь женский голос перед ним прицела женщина в синих одеждах пышно-грудая рыжеволосая слушай внимательно ни в коем случае не отдавать спаги левитации чтобы архимаг тебе за них не предлагал ты должен добраться золотого зеркала в рассветном лесу и связаться с королевой ларианой я не знаю куда она запропастилась алмазный шпиль снова извергается алмазный шпили извергается я понял себя произнес вайль когда магрейн рассказал о своем странном сне слова рыцаря явно его явно встревожили говорят шпиль не извергался тысячу лет мой шпиль не извергался тысячу лет с тех пор как погиб погиб пеплокрыл что что погиб усмехнулся магрейн совершенно сразил его собственно с ценой собственной жизни битве на огненном поле валь коротко кивнул то говорят ваших проповедях а еще говорят что бессмертных драконы бы не сумели его одолеть откровенно говоря я не могу понять почему хранители не покарали пеплокрылая раньше за то что он искусил древних людей хархаронда за захваченный алмазный шпиль за возвышение на таниэля от иного упоминания имени некроманта повеяло холодом не нужно подумать у нас первый день мы берем 25 крестьян мы собираем коня мы собираем бабло коней меня отпугает то что эта подруга полевитировала куда-то эйриль доходил по воде то есть а этот товарищ сейчас на а стоп я что не убегу не вроде убегаю за нами бежит но сейчас мы типа должны пытаться отбиваться у нас есть как бы и замок а я должен был замок до первого дня до михаил михаил да 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 и по-хорошему надо внимательно посмотреть внимательно посмотреть 500 рублей от гоукса гоха спасибо за больше чтения за старик тебе просто респект за старикте просто просто спасибо у меня денег нет ребят чтобы чтобы замок от грохот на этом ходу это из-за чертовых купленных грифонов болин ты серьезно ты прям серьезно ты мне сейчас будешь вот так вот так вот а сейвов у меня не было да я же не сохранялся это вообще старый сейф это сравнительно старый болин я лишился части прироста просто это такая подстава рынок езды какой рынок то что конечно золото блестит мэйби секретка на 10к и там действительность лежит 10к если это не подсказка то что это ftl норм вот ты пелс конечно да я все равно не добегаю до нее никаким образом то есть они должны грифонов брать я не играл в эту карту какая разница как ты мог угадать что там 10к зачем ты подсказываешь если просим не подсказывать до свидания всего хорошего мне придется переиграть опять здесь 15 вниз или он достает в такой ситуации блин я не помню достает или не достает ну тут откровенно просто подсказки идут кажется достает а нет если камень оставил достает возможно мне оставит тогда верхний камень чтобы он его взял потому что он с приоритетом собирает как будто бы ресурсы также отступаем просто на этот раз он может реально наверх от отлететь подожди а как каким образом он по воде начал ходить а у него хождение по воде есть я подумал вдруг он там где-то залутал сапоги которые я не увидел да и теперь побежал за камнем окей уходим грифон и в таком количестве мне все равно не помогут открываем берем магом берем блесс убиваем огров уходим проходим пролетаем 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 пробиваем вейт уже не принципиально собрали следующий ход эти золото хватит да ты берешь здесь золото и надо будет посмотреть тоже только улучшение остались да да с прилетелом сейчас замок просто нужен перчатки статы шахту захватил кристально наверху крестьян ждем косарик 69 900 соответственно строим замок и нам хватает как раз косарика чтобы взять колдовскую силу и после этого тут можно было еще блин тут еще озеро было можно было бафнуть перемещение чем дважды бафнуть перемещение есть подозрение что я не успею добежать не успеваем конечно так алмазный шпиль из извергается смертных дракон не сумели бы одолеть level up замок на этот раз у нас есть улучшенную башню лучников скорее все надо делать магрейн берет крестьян пока так убегает ты берешь косарик берешь двух коней дополнительным собираешь десяточку коней грейдишь и собираешь видимо арбов кто будет защищаться вопрос кто из наших будет защищаться явно на нас товарищ бежит и нам машина нужна нам перчатки его нужны два летающих стак один стреляющих стреляющий меня такое впечатление что я при всем при этом должен вторым героем уже куда-то бежать то ли сюда влево на разведку то ли захватывать там брать дополнительных крестьян захватывать перезахватывать одну шахту кристальную шахту слушайте она что там застряла что ли нет у нее из очки заклинаний серьезно ринс сделал этого персонажа для того чтобы она просто открыла она там застряла она не на конюшен на потому что эффект от конюшен закончился то есть он реально сюда отправил то есть ее задача была собрать просто ресурсы и чтобы этот ринулся на нас бой не больше не более того а потом он от нее избавляется просто через хождение по воде через островок на который мы не могли высадиться кстати то есть она заходит там берет конюшню берет берет низ ну то есть ты не можешь типа с этим ничего сделать якобы врывается другой герой а от этого он изящно избавляется серьезно но это не может быть таким совпадением то есть хождение по воде она как дура идет за ресами как раз к тому моменту когда у меня заканчивается скорость перемещения а хождение по воде такая штука что если у тебя не хватает мувов до суши ты по воде ходить не можешь голду собрать не не нет он он не может высадиться из-за этих кучек золота а вот сюда он скорее всего дойти не может потому что ему мувов не хватает а может он там просто застрял через фонтан может он там вообще застряла через сбор ресурсов короче так или иначе он там стоит уже ход а нам надо понять чем мы будем каким героем мы будем защищаться в нашем распоряжении стрелки так как мы приносим крестьян у нас есть масс хоста получается да и у нас есть просто хоста блэс щит каким образом мы будем его без встречать ну пачка арбов гидры быки и воськи это мусор потому что они не пройдут блин я такое впечатление что а у него 100000 хорошие еще ровно довольно плотный я не смогу отстрелить и стрелков забывчивости нет в этих мобильность 13 правильно поставленные с тактикой лучники отбиваются но с другой стороны чё по заклинаниям повреждение на расстоянии на 7 выбранным подразделением вот это надо проверить тут то ли проблема с переводом то ли еще что-то но это не повышение атаки повышение урона или все-таки повышение атаки кто в курсе что если повышение урона это имба это скорее всего повышение атаки на 3 если так то это не поможет мне особо на как и плод ласт все верно потому что здесь написано повреждение на расстоянии да это атака просто если бы не 2 летающий стак я бы сказал что я справлюсь просто пачкой арбов еще же нужно не просто справиться так то мы справимся у нас одних коней столько что они разберут и уток и и этих а справиться настолько изящно чтобы это было без потерь и при этом еще желательно ту армию которая тебе не нужна чтобы ты пустил ну побежал вторым героем куда-то еще ну как без потерь то лучников в лучшем случае ты за один ход убьешь под блессом там уже было с не просто так взяли да эти не долетят эти если поставить правильно не долетят но я дальше не убиваю за один раунд не тех не других здесь мне нужно каким-то образом что у так что этих как-то задержать как без потерь там сп потом атакующих заклинаний скорее всего нет да там саппортом блэс щит они там ой там ледяная молния есть твою же шметь пицца 450 урона ё-моё и маны до хрена ма грейна кстати такое же количество ман уже из экспертного интеллекта мы можем передать ему блэс ну ма грейна специализация стрельба он уже на двенадцатом уровне еще эти по 25 процентов да да ма грейн должен защищаться по по идее он давай чего посмотрим так а почему это они этот возвращаются если бы трое драконов хранители исполнить исполняли свой долг многих бед бы удалось избежать ма грейн явно не желал заканчивать разговор о драконах четверо 4 дракона 4 стихии 4 книги магии устала ответил вайль на заре времен в первую войну с демонами одна из них погибла исполняя свой долг а ее книга воды была утеряна блин я я неправильно я уверен что там три четыре последние хода делал вообще не оптимально возможно реально можно было перри перехватить сначала эту дуру которая не застряла оказывается на острове и вернулась сейчас назад что сейчас бегать за двумя этими героями а этот не побежал на меня отбиваться понимаете но если бы я вместе с ма грейном взял не просто ангелов на ту пробежку за ресурсами и крестьянами 100 рублей от если спасибо большим император сосисков 10 хочу выразить огромное уважение вам а рождение одной из сложнейших карт в этой замечательной игре да также большая признательность мистеру ринсу за создание данного шедевра мировой классики согласен а вам майка а во спасибо большое чтобы пробиться к ресурсам я должен был сражаться с черными драконами если ты берешь с собой блин а если бы не было там 20 коней реально я же все снизу пробивал через стенку у меня маны до хрена я мог действительно собой кроме двух ангелов взять еще 19 коней у этой подруги слева не было противников которые не убиваются стенкой а если бы я взял соответственно с собой двадцатку коней я бы дал скорее всего вот этим товарищам люлей просто диких и соответственно не высадился бы 2 короче мне кажется уже пошел хаос я должен был принцу передать не двух ангелов несмотря на то что казалось бы пробиваются драконы двумя ангелами типа на тоненького ангелов плюс как минимум стык коней два дракона же не пробьют коня не пробьют вот джин и под вопросом монки под вопросом потому что черный дракон прилетают убивают а вот 20 коней это 20 коней я бы пробил не сильно тратим а ну тогда не так сильно тратим а ну драконов также прошелся бы поверху на обратном пути бы взял грифонерсов чтобы просто были единички что можно было блочить стрелков и как только это и риэль бы вышла в попытке собрать мою руду и впустить второго героя я бы дал люлей потому что меня было бы маны и 20 коней но еще у меня было бы 25 крестьян не в тему у крестьян ты вторым героем был успел собрать не успел бы интересно просто сейчас получается как я точно потерял руду я точно потерял ну пока не поймаю героя опыт точно потерял от элементарий перчатки скорости потерял ресурсы которые мог собирать все это время вот здесь если бы ее перехватил то есть мне нужно было от нее не сматываться собирая стыдливы камни а ее встречать но это возможно только в том случае если я магрейном возьму с собой не просто двух ангелов а возьму как минимум стык коней ладно прикинь стык коней что они смогут сделать плюс добавь сюда еще пять грифонов пегасусы влетают что у нее есть ничего у нее нету у нас есть щит мы за удар и этот и этот стак убиваем эти неманевренные просто изи тактикой выставляем так чтобы пегасы не долетели до коней не шотнули с одного удара ступа не ангела не шотнут шотнут у меня первая скорость будет такое впечатление что надо брать еще 100 джинов их через тактику блочить но драконами драгонов блочить джинов кого бы не били коней или ангелов через хилл мы драконов пробиваем а со сплэшем что либо ангелов делить на две единички и как-то перебивать сплэш короче мне кажется что вот это уже это неправильно и по нескольким причинам отданные ресурсы и отданный опыт отданная шахта хотя и на время отданная вторая шахта а это подруга просто с каким-то условным хрен его знает каким стаком вообще неважно практически быстрым можно ей одного коня выделить просто ну она типа заходит сюда в конюшню не будет жима грейн ждать конюши ты идет просто выжигать выжигает одних спокойно выжигает вторых спокойно третьих выжигает и подходит уже помогать даже не надо помогать да тут по-другому надо надо по-другому 131 это мы уже ливнули там или внули вообще по старому два месяца до конца скорее всего тогда первый день ты здесь делаешь она устанавливаешь ману по-другому никак и крестом берешь не все правильно делаешь идешь сюда может тогда магрей нам успеть парочку коней отсюда тиснуть тут десятка негрей женых она может ему доставить я думаю как тут как тут правильно объединиться лишь сначала нужно а вот она что михалыч то есть это золото можешь взять по пути и тебе тогда хватит денег нам так времени хочется тратить вы бы знали это торопиться надо по-хорошему надо торопиться им она и тоже нужно и крестьян тоже надо брать по идее если ее раньше принято она берег не скрою да в этом и смысл как раз ладно беру деньги беру конюшню захожу сюда покупаю 10 коней которых мне все равно надо в конюшне прогрейдить увы а ты книжку купил себя не купил молодец за два месяца до конца а подожди мне нет смысла нет есть смысл я без золота не смогу книжку покупаем все равно он здесь коней тебе хватает раз два три четыре грейдишь их конюшни объединяешь ты восстанавливаешь ману берешь крестьян уходишь вниз по строительству пока не критично погнали далее магрейн да вот я думаю имеет ли мне смысл ждать собрать еще четырех коней отсюда или уже бежать наверх а почему я решаю в драконов лететь они по левой стороне пройти во первых левая сторона пробивается через стенку вторым героем это 1 2 тебе нужны ресурсы для того чтобы отстраиваться это 2 то есть тебе нужно собрать вот эту вот штуку наверх ваке я понял тебя хорошо может быть может быть есть еще опция взять вот этих вот двух коняшек вторым героем передать магрейну потому что он ну якобы их загрейдит в этой конечно по дороге чистым но принципиально разница 20-22 не особо плюс негреженные кони тебе будут создавать возможно ненужную массовку ладно давай так передавай ангелом и передавай ориентировочно джиннов джинны не точно перчатки всадником а грейну скорее тогда да скорее ему знание тоже ему спал пауэр нужен скорее ей на стенке спал пауэр нужен минус мораль минус мораль под стенки почему грейн через этот идиот а как мне здесь канита убив по я же просто по внешне пробиваю просто убиваем все это подруга у нас собирает приплод магрейн бежит наверх восстанавливает манку а защиту я не взял точно берет скорость перемещения и вот на этих драконов идет там отдельная история как мы будем берем конюшем оставляем 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 ли мы стрелков 77 скорость вроде как даже и пофиг можно и оставить беру арбалетчиков собираю пробиваю что по строительству стражевой пост а и лесопилку не захватил болеем я забыл лесопилку на этом сэйве захватить а мне лес очень нужная по-другому в никак не получаю и так деньги конюшнем сюда книжкам 10 коней оставляешь оставляешь берешь грейдишь объединяешь ты ману восстановил крестьян взял конюшни подошел следующим есть идея говорится он давай слон можно слону можно практически все подход обмен ангел джин с пм перемещением дэв лесопилка конем хорошо он темница коней дофига армия темница какая темница а внизу и как не не пройти тебе нужно машна золота которая находится у героя который собирается тебя атаковать кольцо которое вообще не появлялась никак то есть можно просто чудищ убить я согласен что можно убить их кстати можно просто по дороге убить было но они по факту нет ни хрена не пони по не принимают ну не охраняет лору скипаем а мы это читали уже с подключением сори не видел думал только бегемота стерегут на бывает копейщики он для приростом и это для приростом это конение а выходит уже ну теперь задача пробить вот этих вот драконов которых мы пробивали в прошлый раз через через двух ангелов только но сливали всю ману сейчас у нас есть вроде как хорошие стеки но там врагов много я думаю я думаю как мы здесь длину сохранить если честно драконы сразу полетят бы джины кажется тут вообще лишними их прожигают и все и не прожигает отлично давай думать куры щит камни кожи коней надо было сплитить естественно на пару стаков проделить так как их урон хотя урона не сильно хватает 800 да то есть на 2 стака хватает на 3 не особо давай так сейчас курить надо так убивать минус конюш да если у меня тут способы ну задача минимальное количество маны потратите ним не потерять никого все очень просто дракона черного трогать нельзя попробуем ладно щит окей ждем когда подлетит блас неплохо ага эта собака в меня влетит дан успехи льнуться но мне нужно нижнего убивать тут уже не хватает на убивается первым так а как насчет сплита какого-нибудь хитрого джинов джиннов их не разворот не разорвут на части их поразительно странно игнорят вот вот что мне интересует раз их игнорят стало быть и он и выходит видеть уже если их игнорят просто мы можем очень хорошо на во интересно и че творят какого мне бафать ну можно джинами просто либо коней курить бафать до конца смотреть вот кур пошел а вот так даже плохо ход пропускаю фактически на и прожиги такое впечатление что надо как будто бы ангела подставлять под большее количество врагов класс и я не уверен что это правильный набор армии ну типа сплит джиннов это неправильно возможно но типа выглядит хорошо бафы 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 но бафы во первых рандомные может ангел произвели для того чтобы они танковали лучше подставить их под нужное количество драконерсов но там самая большая проблема с тем что конь которого кстати скорее надо по центру ставить у него скорость перемещения меньше чем у драконов у драконов 11 у него десятка да мне типа надо делать так чтобы до коня подставлять чтобы вот здесь про атаковали ага на этот раз джина просто игнорят но смысле наоборот драконы просто на джинат налетают как как хрен его знает тоже я не могу понять полетит следующий убьет мне коня если я сейчас не подлечусь все равно объектами найти способ найти на ну найти найти способ какой-то дан да сейчас джинов убивает это вот вот это вот прям да чем ему пофиг куда лететь ах ты сучок просто джин и 5 джину мне против следующего могут по и по пригодится но не точно вот так драконы не летели они били коняшку до 12 урона отблочить не могу хилате не хватает а что ты собираешься из этого расклада выуживать даже если ты так встанешь больше не долетит давай-ка но этот не долетит уже и от не долетит а уран мы уже вас распределили 68 чангел убьют если не будет куры вы ведь не могу да и опрос это все равно сейчас я про пробью красного мне красный долетят от другого хода нет ой миша 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 мишенька мишутка ну давай тогда джина вниз раз тут тройки тут двойки провокация на дракона что он будет атаковать тут такая провокация вот дальше что дальше уже недолет получается у него так прекрасно все 17 хитов нижний долетает но пока он долетит уэйт просто будет просто хорошо уэйт просто 1 сетки убил да сучок что не посмотрел но вот это вот это расклад мне нравится мы вроде как с джинами вроде как а грим драконов лакерок а мне это боком выйдет мне не нужен лак был в этой ситуации оставляться оставляться вот сейчас нижний каким-то образом надо лечить щит хорошо но минус ангелы блин как 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 и не факт что это правильно понимаете не факт что это правильно то есть я отталкиваюсь от того что все пятнашка долетает только долетает до хрена народом снизу можно сделать блок вот таким образом ну типа чтоб коняшку не пробили но без удара естественно дальше что дальше тройка бьет блок тройка не долетает двойка двойка бьет поэтому двойка бьет поэтому то есть мне хил нужно после этого а нет мне хил нужно сделать на джинах сейчас нужно уже хиляться ну вроде два удара тут должны выдержать хрен его знает конечно но надо куриц вопрос что бешенству коней охреневший конь может ворваться но вейт не может ну и что сейчас сейчас же начнется 11 скорость тебя всех разуплотнят блин как тут не потерять никого из и при этом с джинами прийти начало нашего хода хоста есть один стак типа можем убить если хосту не сделаю кавалеристы да надо хосту на кавалерист даже это меня не спасает ну как бы тут пофиг сплит коней на два десятка сплит коней на два десятка сплит коней на два десятка какие то еще варианты подобного рода ну не тот сплит коней что можно было там добивать двойки или единички к цены но даже в такой ситуации я не не вижу вообще как по-моему помню есть какой-то фейк прожиг не знаю как работает может ангела для прожига использовать они там не выдерживают то есть можно встать между ними и был прожиг уже разок но они умирают ангел умирает следующий ход то есть надо отталкиваться от того что нет никто не должен умереть у тебя здесь никто не должен попробуйте по распределить урон по всем может пока не поздно щитка становится вроде хорошая тема а потому что мы сможем тогда на следующий ход прокурить всех и возможно переживем удар одного коня уже минус а как этот долетел то как верхний долетел и обстоты но я могу а нет не могу я думал что я могу щит скастаной до того как первый раз ударят драконы по коням 16 хитов а там через прожиг убили давай-ка тогда уэйт уэйт а нет я не поставил просто ангела в нужное место дурак надо заканчивать уже я крайне невнимательно действуем раз два это норм это может быть норм этого ангела никто не ведется видом говорит возвращение император и спасибо большое за награду под счетом четверых теоретически я могу протанковать но нельзя давать так видимо ангел от надо ставить 105 10 все живут да и ангел выживет 1 2 убьет 2 то есть верхнего мы пробиваем раз тут от уэйта толка нет от удара если только наверх не улететь но я убью только двоих я ответку получу а этот не ходил блиин ах ты ах ты ах ты ай то я не могу бить чтобы не потерять коня либо лак либо мораль но да все минус коня как я если давайте если у вас есть советы советуйте я уже я уже все я уже на сегодня скис джинам к становится можно успеть что там огненная стенка не решает ничегом и видите из-за того что я ангела наверху не оставил туда не полетел дракон у меня не было цели на пусть один ангел должен быть здесь один здесь но это неважно поехали взять еще единичек которых не жалко слить грифонов они в другой стране в замке их нет а вот хаста мне может помочь хаста мне прям помогает двойку тут я убиваю моралюшка но я удар не переживаю черт то есть это тоже еще не ходил правильно поэтому атаковать нижних я не могу 1 2 то есть деф нужно делать убьет 1 а я не успею еще подлечь а не дожди за хасты я смогу успеть подлечить всех вот вот не смогу минус рыцарь все равно на твою же шметь ну дальше то все уже максимум джину джин умрет какой-нибудь и причем ноль ноль понимаете там одного хита не хватило для того чтобы выдержать 180 80 убиваем этого товарища видимо ангелами а тут неважно уже критичен ли нам конь мне кажется не настолько чтобы ну для проверки гипотезы на самом деле может и норм для проверки гипотезы о том мы вот эти вот правые камни не берем не берем героя не впускаем соответственно собираем тут пока деньги можем вообще-то вообще-то пойти сразу к нему навстречу потому что он уже взял здесь ресурсы мы с тактикой легко пробиваем этих циклопов хороший вопрос кстати 1 3 4 1 3 4 1 1 то есть ресурс у меня на строительство есть я думаю может быть мне не стоит нет у тебя нет ресурсов на строительстве как минимум нужно тиснуть камень давай вот этот и этот тиснем дальше надо сплетануть правильно видимо вот таким образом каким-то и штурмануть циклопов ага хорошо но тут неважно тут кастануть щит просто и улыбаться по сути раз ладно заблочь верхнего 2 3 3 кони чардж 69 32 могут коня убить 1 убили или у меня был стек из 4 3 ну что не убили ну что не убили уберу каё блин этого что ли убирать ну да ну да да ну да да вопрос потерял мне не потерял так то есть мы типа ворвались не дали ему по крайней мере ресурсы собрать можем добрать себе джинов можем хрен его знает джин и мне вроде особо не нужны тем более обычные только слот будет занимать ай тут не пройти тут не пройти оказывается это был неправильный ход на самом деле нет джин и не нужны это будущий прирост сейчас не совсем понятно зачем они в принципе берем арбов берем ресурсы сражаемся стражами тут советов чате нашел фейк прожиг 4 минуты может единичка собой брать им копейщики да а у меня же башка не варят на стенку поставлен по-другому побежит сто процентов оверху побежит да они же они же умные правильно не не умный окей все строим башню лучников вообще отстраиваемся на базе смотрим как этот выбегает выбегает ничего не боится берет мое золото идет навстречу ну и теперь магрейн может его попытаться поймать золото конечно жалко и и по-хорошему надо было так и как мы будем их грифонов взять мне нужен скорее стек коней и стек ангелов взять грифонерсов 4 штучки разделить их таким образом чтобы блокировать и посмотреть как мы здесь можем поражение поражением поражением атакующих заклад у него нет до основных не долетают мне кажется через байт надо лучников просто выбивать эти полетят удариться в грифонов один грифон там останется чтобы протанковать лучников что она может помочь хостона коней может помочь скорее так мы сможем этот стек просто пробить и и вернуться назад до какая скорость тринадцатая а сколько у меня будет тринадцатая а у грифонов же медленнее ходят чем лучники его фрс это да вот она так вопросики 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 то есть если я ворвусь просто этом получили ли естественно скорость перемещения но отдать можно джина типа поставить его туда но джина давать не хочется мы что чертова знает когда тебе пригодится это вся тема восемь девять восемь а что если я пигажи первый ходит сми даже хаста не нужно чтобы лучников пробить правильно понимаю кстати нужно чтобы вернуться допустим прикрыть просмотреть какая ситуация 78 они все равно ходят до после коней ты сначала сходит пегасы грейжины потом скорее всего 89 а потом я должен буду ходить плохо 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 а пегасы там коней разорвут в таком количестве у нас так мало коней мужчины на 1 меньше чем нужно если ты про этом через выезд через вайт хасту если они сделают хасту они он будет первым ходить на следующий ход и я не успею как они увезти зачем макер так много рассуждают взял попробовал скорректирован для экономии времени вариантов слишком много чтобы все подряд проверять хочу пока вы прилетел пегас на этот ходит после что мне хасту делать на грифона что ли чтобы чисто он сходил пост до до лучника 78 ну либо еще скидаю хасту но на грифона это делаю либо либо лучник стреляет нет не получится это мы все равно прикроет своих они от он не пошел прикрывать что странным я пробиваю только половинку а дальше то что ту матч так вообще не что джин вообще здесь не при делах да все под отдыхать я пойду отдыхать и думаю друзьям спасибо что смотрели сегодня так было огромное количество боев мы захватили замок нам дали дедлайн в два месяца осмотрелись поняли зачистили вроде как спустя серию попыток поняли что нам там заказа за что что нужно нельзя брать камни что нужно собирать крестьян что нужно собирать ресурсы что скорее всего надо надо перехватывать вот этого нового супостата да ну вы видели что мы в состоянии его перехватить просто вопрос в том каким составом это делать каким составом это делать может быть имеет смысл там одного джина сбагривать может быть имеет смысл не брать грифонов взять стак коней распределить джинов раз те все равно есть нычка джинов рано или поздно сможешь уже и да ну хороший стрим но я уже вы 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 видите вы слышите что давайте ладно еще разок попробуем сразиться просто с единичками джинов а дам одну единичку вообще надо было переиграть потому что потому что надо было еще этот собирать вот джин хорош тем что он может или не может хрен его знает чаще немножко как хорошо тут можно джинов распределить да или мне показалось да он не долетает вообще то есть если я могу отдать реально 1 джина за я не могу как как это сделать как это сделать как штампануть грандов но не потерять никого как как рассчитывать на халявные бонусы от от коня не он все равно выстрелит он все равно выстрелит и учитывая скорость джинов ты но ты х 100 можешь поставить в определенный момент но там проблема в том что есть пипега не грейжная 8 9 и есть гранд 7 8 и попасть между по скорости сюда чтобы успеть сделать каст я не знаю как врывашки чередно чай череваты по этими потерями дикими там не ангел не выстоит под щитом ни с чем может накастовать реально побольше всего на ангела я проверим одну а вдруг а вдруг то есть щит удар уже один как бы до свидания чем пегас в виде народов убивать не совсем понятно 100 коней с одного двух ударов убивает что тут непонятного непонятно как стартануть тут так чтобы тебя не пробрели ладно в любом случае к этому сражению надо идти не заходя к джинам я забирая сундук ладно все пойду отдыхать еще раз благодарю вас за то что смотрели за то что поддерживали да локалку залив сейчас прямо сейчас поставлю аспиранцы давайте это это и